Мне без разницы, хочешь приглашай, хочешь не приглашай, я готов со всеми разговаривать, в любом формате. Ну, конечно, конечно. Нет, люди зайдут, 10 часов мы обычно впускаем ровно по режиму. Так смотри, ты говоришь, мы сами себе присваиваем номера, может, документом или персоном, но не себе. Для того, чтобы общаться с системой, нужны какие-то документы в любом случае, да. Мы, конечно, можем написать, я живой человек, который носит имя такое-то. Но система, римское право, юридическая система не очень это понимает, им вообще всё равно. Поэтому нужен такой тип документа, чтобы они тоже его могли воспринимать. И хотя бы поняли и приняли, то есть увидели, что есть некая привычка у большого количества людей писать таким образом. Когда привычка входит, скажем, привычка начинает быть очень часто повторяемой, то есть они получают документы от одного, от тысячи, от пяти тысячи, и все эти документы унифицированы. Дело в том, что система начинает задумываться, а что же это такое? Они начинают эти системы читать, слушать, понимать и даже отвечать. Ну, это ясно. Как сказал Николай Буров, истинно повторённое многократно становится законом. Да, да, да. Ну, вот по такому принципу развивается этот тип документов. В принципе, чем занимается ОППТ на основе юридических законов, которые вышли на период, определенный период исторического времени, да, начиная с известного заявления римского папы Бенедикта VIII, что он заявил, что нет никого на свете, только он, и он вставленник Бога, а все остальные уже умерли, когда было затопление земли, и он как бы должен заботиться о наших душах, уже мёртвых. То есть мы для него мертвы. Вот. Когда всё это началось, мы обращаемся ко всем этим документам, которые следом выходили. Естественно, исторические сведения могут быть ещё более, то есть можно копать и ещё дальше, да, то есть где-то, где-то, где-то. Это ещё в прошлом повторится, да, такое наглое заявление о живом и мёртвом человеке, да. Но вот одно из, которое мы берём, так как мы находимся на территории Италии, это вот Бенедикт VIII. И следующие за ним папы, которые сделали другие заявления и дали право уже царям главенствовать на земле, то есть они уже ставленники пап стали. Как вы помните, от разрешения папы решалась судьба государстве, кто правил той или иной землёй, исторически так было. Вот. И в том числе забоевание Америки тоже было, как говорится, при содействии папы. Он дал разрешение, спонсировал Колумба на это действие и сказал, что то, что вы найдёте там, тоже моё. Он себе и Америку присвоил в итоге. Так что русское право расширилось. Не знаю, не знаю, кто там через тебя присвоил. Да, да, вот такая история расширилась. Подожди, у тебя слишком громко включен мой звук, тебе надо убавить, потому что я слышу обратное эхо от своего голоса. Так, мой звук, да? Хорошо, вот так? Раз, два. Вот так? Ну, меньше стало слышно, да. Хорошо. Давай познакомимся. Вот ты говоришь, что ты Елена, а в зеркале видишь живую женщину, носительницу имени Елена. Так кто ты? Первый вопрос, который начинает задавать себе вообще человек, который идёт по духовному пути, это этот вопрос как раз и есть. Кто я на самом деле? И вот с этого всё, в общем-то, и начинается. То, что мы делаем документы, это как бы, ну, сейчас не будет касаться нашего диалога. Мы затронем, может, не затронем. Не, 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 подожди, мне на самом деле интересно, немножко расскажи о себе, кто ты, откуда, из Италии, я так понял. Ну, я вообще не в курсе, что такое ОППТ, я так немножко слышал. В двух словах. В двух предложения. В двух словах, да, я живая женщина, родилась я на экстремальном месте, недалеко от Жёлтого моря, во время военной командировки, мой отец был военный, родилась я в России, то есть на территории России. И в возрасте трёх месяцев меня перевезли в Латвию, где мои родители и все остальные мои родственники жили, поживали до тех времён, пока, как ты знаешь, произошёл раскол Советского Союза, и Латвия объявила себя независимой. И в момент объявления независимости Латвии многие люди, проживающие на территории Латвии, русскоговорящие, русскоговорящие, получили статус нежителя, вообще, человека, который не имеет ни документа, ни паспорта. Нам выдавали так называемый паспорт негражданина, там прямо было написано «Alliance of...». Без гражданства. Был такой исторический момент. Чтобы избежать такого издевательства над собой, что я сделала? У меня был знакомый в Италии, и он сказал, ну, что тебе там мы маяться, типа, в этой стране, там всё равно нечего делать, приезжай в Италию. То есть, ну, каждый искал, куда уехать из Латвии, соответственно. И так и произошло. Один знакомый мне предложил контракт в Италии. Я поехала в Санкт-Петербург, сделала визу, где сделали в том числе бюрократическую ошибку, но это об этом расскажу следом, где написали, что я приеду в Италию работать per servizio. Servizio. Вот такое слово было употреблено. Per servizio. А это означает, ну, по крайней мере, здесь, в Италии, это потом со временем интерпретировали, что я работаю на КГБ. Servizio. Ну, ладно, эту ошибку я потом исправила со временем, конечно же. И я приехала в Италию и работала здесь на основании советского паспорта, который, пока он не закончился, как бы, Советский Союз можно было использовать, но в какой-то момент мне необходимо было решить вообще что-то с документами. Я гражданин чего? Советского Союза нет. И знаешь, что я придумала? Я поехала в Латвию и спросила у них, вы можете меня в граждане Латвии записать на основе, что я живу здесь, ну, три поколения, моя бабушка, моя мама и я живут на территории Латвии. Мне отвечают официально нет, потому что латышский закон гласит о том, что гражданство Латвии могут иметь люди, которые живут на территории Латвии или жили их предки до 1939 года, то есть когда Латвия ещё была независимой, получается, ещё не входила в Советский Союз, потому что был период, когда она отошла от Советского Союза, потом опять вошла после фашистской вот этой всей истории, да, Второй мировой войны. Естественно, моя бабушка приехала в Латвию в 1945 году, когда закончилась Вторая мировая война, и гражданство мне не дали. Какой у меня был выход? Мне же нужен какой-то документ, я осталась без документов. Я иду просто наглым САПом в консульство России, прям перехожу дорогу, иду в консульство России, объясняю ситуацию, а тогда, вероятно, был, как это можно сказать, такой период времени, когда русскоязычному селению раздавали гражданство. Только бери. Перехожу я в это консульство и говорю, вот так вот, вот так, у меня никаких документов, я вообще бесхозный человек, у меня ничего нету, я не знаю, как вернуться домой, в Италию, у меня там работа ждёт, как говорится, всё. И ребята мне говорят, хорошо, берит русское гражданство. И мне выдали русское гражданство, на основе которых я заново сделала вид на жительство в Италии. И ты стала человеком с хозяином, да? Да, я стану, в тот исторический момент, мы говорим о 1990... Сейчас скажу, это был 98-й год. 98-й год. Елена, ещё раз просьба. Я всё равно слышу, у тебя звук, который... Ну, вот, колонки сделай потише, потому что... Это звук компьютера, наверное, какой-то идёт, знаешь, подзвук. Либо колонки рядом с микрофоном стоят. У тебя ноутбук или компьютер? Компьютер. Колонки внешние? Колонки внешние, да. Подальше их отставь, пожалуйста. Звук очень важный. Наверное, из компьютера. Звук очень важен, это 80% от видео. Так, раз-два. Раз-два, а теперь лучше? Ну, не знаю, давай... Есть какой-то подфон, да, небольшой? Ну, я... Когда я начинаю говорить, прям это всплеск идёт моего голоса с твоей стороны, эхо возвращается. Это говорит о том, что через колонки и через твой микрофон возвращается ко мне. Я уже ничего не могу здесь изменить в этом компьютере. Вроде сейчас нормально. Не вижу возврата. Ну, не слышу, точнее, возврата. Вот. Вот такая история. И со временем, со временем в Италии есть такой закон, что если ты живёшь 7 лет на территории Италии с постоянным контрактом работы и минимум зарплаты, ты можешь получить гражданство. Таким образом, я получила второе гражданство следом, итальянское, на основе вот такого закона. Так что я сейчас как бы... у меня два хозяина. И Россия, и Италия. Тебе смешно, а мне забавно, потому что, в общем-то, для моей работы, которой я занимаюсь, а я коммерческий агент, то есть я продаю керамические материалы на территории пострусского пространства, постсоветского пространства, Россия, Прибалтика, Украина, Казахстан. Я езжу технически самолётом туда-сюда. Наличие двух паспортов значительно, значительно улучшает мне и все перед бежами. Не надо делать никаких виз. Я достаю, где мне надо один паспорт, где надо другой. Ну, это вот для коммерции. Разные маски. Да, да, достаю маски разные. Вот, например, я лечу в Россию, делаю пересадку во Франкфурте. Соответственно, в самолёт я сажусь по документу итальянскому, прилетаю в Франкфурт, прохожу по транзиту, по транзиту прохожу, они меня спрашивают, а на основании какого паспорта вы в Россию летите? У вас в паспорте написано, что вы в Москву дальше летите. Я достаю русский паспорт. Они меня пропускают. Когда я прилетаю в Москву, итальянский паспорт я убираю и даю им русский паспорт, и прилетаю как российский гражданин. Да, смысл. А смысл? Смысл? Ну, для того, чтобы мне делать визы, у нас это очень муторное дело, это раз. Второе, это позволяет мне очень оперативно ездить на мои проекты. Вот, например, завтра надо вылететь, я вылетаю, мне не надо там консульство Верону ехать, делать визу. То есть это упрощает, на самом деле, техническое передвижение по территории. Для меня, по крайней мере, с моей работой. Данный конкретный исторический момент. В общем, эхо сохранилось, я тогда буду это, в начале своей речи, екать, либо какое-то слово произносить, я не знаю, раз-два, и это потом говорить. Хорошо. Хорошо. Может, просто говорить на тон ниже, то есть тихонечко, я, может, кромко говорю. Я не умею тихо разговаривать, у меня голос такой, что я поделаю, что с опытом разговаривать? Надо просто тебе со звуком разобраться. У меня такая же проблема была, только у меня колонки, вон, сейчас в двух метрах стоят. Да? А что ты советуешь? Просто отдельно поставить колонки в сторону, или же микрофон использовать, как у тебя? Ну, во-первых, да, вот такой же микрофон, это Чофи Файн 699 вроде, стоит 4500 рублей, не знаю, сколько это, евро. Для вас это, по-моему, где-то 50, что ли, может, 40 евро. 50 евро, да, 445 евро где-то получается. Вот, вот. Очень качественный, очень отличный микрофон, но если колонки стояли бы вот здесь, ты бы сейчас такое эхо услышал, и даже этот свист. Поэтому я колонки отставил подальше, а он ловит, он конденсаторный, он вот на таком расстоянии, ты меня уже не будешь слышать. Понятно. Поэтому микрофон... Я не могу ничего переместить, вот у меня уже все, стационарная система так организована, я просто подумаю, на следующий раз приобрести дополнительный микрофон, который будет фильтровать. Да, потому что звук, я тебе говорю, это 80% успеха от любого, неважно, ты там аудио размещаешь или видео, и видеоряд воспринимается на 20%, 80% это звук. Да, я чувствую необходимость, что я веду большое количество лекций по Зуму, которые о физических символах в итальянском декоре. Лена, а можно к теме перейти? Спасибо. Спасибо. Что? Можно что? К теме уже можно перейти? К нашей теме? А вот мы плавно подходим, мы познакомились просто. Замечательно. Очень рада вас видеть. Вот, переходим к теме. Лена, а теперь немножко, коротко, пожалуйста. А то я тебя попросил в двух предложениях, ты мне лекцию на 20 минут устроила. Пожалуйста, покороче, если у меня возникнут вопросы, я переспрошу. Хорошо. Потом мне будете задавать вопросы. Хорошо. Разговор в свободной форме, можете другие подключаться, не вопрос. Вопрос в следующем. Как ты пришла к теме живых? Почему тебя это заинтересовало? И второй вопрос, это, ну, давай позже задам. Как пришла к теме живых? К теме живых вообще все это стало актуальным, конечно, в период ков... На самом деле, тема живых. Хотя я интересовалась этим и раньше, и в некоторых движениях записано, вот по Телеграме есть разные, там канал просвещения, потом есть фонд РА, различные темы. Просьба. Просьба опасные слова не произносить. Мне придется их потом повырезать. Коранокризис, баранокризис. Баранокризис. Да, да. Баранокризис. Пикавиль вирус. Это стало актуальным для меня как путешественника, потому что это закрыло для меня возможность передвижения. Потому что обязательное требование к путешественнику прохождения теста в носик, который я, в общем-то, отказываюсь делать, потому что я считаю, что в меня не надо ничего вставлять. Ну, изначально. Я против этого. С этого все и началось. Это движение, в общем-то, и поднялось на волне именно в период хикуса. Народ, вы отключайте микрофоны. Кто там конфетки ест, шелестит чем-то? Ну, что такое? Да, остальные выключайте тогда микрофон, потому что все слышно. Радимира, Татьяна, выключите микрофоны. Татьяна. Ну, вы что пришли? Конфетки покушать? Пошелестеть или что? Мы же не на лавочке сидим во дворе. Мы видео записываем для всех. Мне потом мучатся опять это все вырезать. Татьяна, вы можете отключить микрофон? Татьяна Сейдорова. Принудительно отключи, пожалуйста. Я сделаю принудительно, хорошо. Так, это что? Понятно, что вот эта ситуация в мире многих заставила. Я говорю, я когда узнал, что пришла вот эта ситуация полтора года назад, с одной стороны, да, ужаснулся, что грядет, а с другой стороны, обрадовался, потому что это многих заставит и проснуться. И так и есть. Многие сейчас просыпаются вынужденно, потому что, ну, зажали со всех сторон, человек начинает искать пути. Особенно люди, которые привыкли быть свободными, передвигаться в пространстве, да, то есть, ну, кто уже, можно сказать, использовал по максимуму, да, все возможности системы, чтобы совершать свою деятельность, да, вот в моем случае это было так. То есть, я себя почувствовала в определенных рамках, как это, я не могу поехать даже по работе, куда-то, куда мне надо поехать. Даже с двумя хозяевами? Даже с двумя хозяинами, а с двумя хозяинами я ездила, то есть, мне эти два хозяина, ну, хорошо, они есть, и что? Знаете, как Матахари, она тоже там на двух хозяев работала одновременно, поэтому, как бы, вы сами знаете, это все форма, над которой мы можем управлять в итоге. Так, ну, ясно. Да, а что такое вот это, OPPT или как оно правильно называется? Наталья, выключите микрофон. Буду делать силовым образом. Это движение предлагает реальные документы для того, чтобы не делать тест. Это так называемый документ ДНРАИ, в аббревиатуре он так называется. Это вот именно заявление о том, что я отказываюсь проходить этот тест. Вот ты приезжаешь на границу, его предоставляешь, и они не имеют права, в общем-то, на основе твоего заявления к тебе иметь претензии. Так сделали многие мои друзья, и так я буду делать. Я поеду сейчас в командировку, и я также это сделаю, чтобы не проходить никаких тестов. Ну, и, конечно же, куплю билет на российский самолет, на аэрофлот. Ясно. А на практике уже есть применение таких документов успешных? Есть практика применения универсального пасса. Это тоже документ, который предлагает эта группа, OPPT. И ДНР, на основе ДНР, да, очень многие, конечно, спаслись и передвигаются абсолютно спокойно, без тестов. Такая практика уже есть. К сожалению, мы не можем предоставить видео, потому что в Европе запрещены видеосъемки. Но есть свидетельства, написанные вручную, да, то есть у нас в группе это все свидетельства есть. Людей, которые путешествуют уже с этими документами и не проходят тесты. И аудиозаявление. В нашей группе есть. Но пока еще только на итальянском, потому что это, в общем-то, отсюда все вышло. Но, вероятно, это будет иметь более широкое распространение, так как к нам присоединяется весь мир. У нас уже ребята с Аргентины, с Голландии, с Дании, с Германии, с Казахстана. То есть у нас уже такое, скажем, движение вышло немножко из рамок Италии. Ну, это ясно международный характер носит. Ну, подожди, вы же летаете в Россию, я не знаю, там, ну, хорошо, видео не можете там записать, но хотя бы аудио разговора, что вот заполните анкету, нет у меня вот такой документ. А, ну ладно, проходите. Хотя бы такое аудио есть? Ну, вот я буду. В Россию еще никто не летал с такими документами. Так, давайте. Да я не про Россию говорю, я говорю на любом языке аудио. Любое доказательство на любом языке. У нас есть доказательства на итальянском языке. Аудио. Но видео нет. У нас есть одно видео, вот сейчас в распоряжении группы, на итальянском языке, как человек защитил себя в суде. Одно. И то там не видно его, то есть не показывают, просто заставка и идет аудиоречь. Ну, мало, мало доказательств. Мало, мало, да. Нужно видео снимать, нужно журналистов привлекать. Ну, что, вот у меня есть статус журналиста, я просто одел уже это удострение журналиста, пошел заснял. Никто меня не остановит. Закон на СМИ. Имею право снимать. Почему у вас такого нет, если у вас большое общество? У нас нельзя. Как-то нельзя. Журналистам везде все можно снимать. У нас нельзя. Потому что, смотрите, у меня был, например, случай на фабрике, где, скажем, случай сексуального домогательства на фабрике, я стала записывать аудио, да, обращение его ко мне. Для чего? Для предоставления. И хотела предоставить документы и сделать заявление в полицию о сексуальных домогательствах, да. Вот. И я делала аудио. Видео даже нельзя было делать. Аудио. И на основе только аудио. Доказательств, как бы, приняли мое заявление. Иначе они просто даже не слушают тебя. Аудио, да. Как документы принимаются. Видео запрещены. То есть, ну, только в очень серьезных случаях, как, например, нападение на ювелирные магазины, по-моему, можно снимать, да. Вот это воры, вхождение в воров. Какие-то вещи снимают все равно. Но в практике ООППТ у нас нет пока видеоматериала. Ну, я считаю, что у вас задача номер один это собрать доказательную базу, чтобы это все работает. Да, согласна. Согласна. Так, и что получается освобождение от этих всяких тампонов, засовывание тампонов не в те отверстия, да? Не, но это не только этим занимается ООППТ, конечно. Это я просто привела пример в моего случая, да. Почему я с этого начала. Пример хороший, подожди, подожди. Я хочу просто перечислить. Это раз. Второе, там, скорее всего, у вас есть решение спасения от так называемых уколов в плечо, да? Сейчас мы делаем этот документ. Он в творческом процессе. Это ФИДОВИД, на основе которого можно будет отказаться от обязательной вакцинации. Например, для медицинских работников, потому что она на сегодняшний момент необязательная. Но для медицинских становится таковой. Есть такой документ. Он выходит. По поводу ФИДОВИДа. Я вчера смотрел этот фильм «Крестный отец». И там в третьей серии один из мафиози решил дать показания. И комиссия прямо его спрашивает, а правда, что там тот-то был руководителем мафии? Он говорит, нет, это, говорит, неправда. Он никогда этим не занимался. Он говорит, как? Вот же ваш афидевит, клятвенное заверение. Вы же сказали, что он это, то-то, то-то делал. Он говорит, да, на меня эти ФСБшники надавили. Это все неправда. Он обратно включил, а у комиссии был вот этот. Единственное их доказательство, это афидевит, клятвенное заверение, данное под присягой. То есть, весь мир это использует. Весь мир. И то же самое в процессе я видел в фильме по поводу послевоенного времени, после Второй мировой войны, какой-то суд происходил, не в Нью-Йорбинске, а в какой-то другой. Американцы кого-то судили. И там тоже афидевит, то, что свидетель не смог прийти, вот его афидевит. Заверенный кем-то. То есть, афидевиты ходят давно, и это пользуется юрисдикцией. Так, это Второй, да, по уколам. И самое главное, у вас какие-то удостоверения живого человека есть, да? Да, естественно. Все начинается с документа, с волеизъявления, конечно. То есть, этот документ, ну, все, в общем-то, знают, есть какие-то варианты других стран и так далее. Есть и наш вариант, он так называется, документ I am, Iosono на итальянском, я есим. Мы его перевели как я есим. Есть четыре документа, которые начинаются с волеизъявления, далее идут документы, которые необходимы для, скажем, обращения к государственным инстанциям и так далее. Есть и милитарий орден, то есть приказ, как вот, например, с силовыми структурами, когда вы к ним обращаетесь. Этот документ уже есть. На сегодняшний момент эти документы на английском и итальянском языке в архивах группы, и они все в доступе, они все бесплатные. И, да, девочки, надо ввести в курс дела. Подождите немножко. И это документы, на основе которых можно идти дальше, чтобы общаться с системой. Вот для этого сейчас делается ремеди, вернее, он корректируется, и афидовид корректируется, потому что вот вчера или на прошлой неделе второй модератор группы находился физически в Зуме, где занимались творческим изменением документа, чтобы он подходил во все страны мира, а не только для Италии. То есть необходим универсальный документ. Ясно. Елена, ну, вот народ уже жалуется. Это с кем встреча? С тобой или со мной? Отключай, пожалуйста, коротко. Ну, сколько можно говорить? Я пытаюсь сконцентрировать по максимуму информацию, чтобы тебе объяснить и ввести в курс дела, что делает ОППТ. Это потом разберемся. Хорошо. 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 Все, мне все ясно. Как бы встреча не ради моей повышения безграмотности по поводу вас, а ради того, чтобы меня порасспрашивать. Пожалуйста, я весь в вашем распоряжении. Давайте теперь тогда я включу микрофон, и мы начнем уже диалог. Давайте. Давайте. А до этого что было? А до этого вводили в курс дела. Я немножко рассказала, чтобы ты был в курсе событий. Добро. Так, привет, Клара. Включайте микрофон. Девочки, у кого есть вопросы, теперь... Кто-то вышел. Ну, сейчас зайдут. Иногда просто выбивают из сети, а потом люди перезаходят. Сейчас я буду смотреть. Есть вопросы? Хорошо. Руки поднимайте. Тут же можно, да? Как-то этот... Насколько я помню. Да нет, все микрофоны включены на самом деле у меня. Кто отключился? Ради мира выключен. И фон залез. Я прошу включить. Не отвечает. Так, не знаю, не знаю. Пока никто еще не созрел, будем продолжать вести мы с тобой диалоги. Ты, что ли, позадай мне хотя бы один вопрос. Да, я знаю... Во-первых, когда я делала тебе объявление, я написала такое слово, как архивариус. На что ты мне, конечно, ответил, что не очень тебе это все нравится. Но, в самом деле, я тебя вижу как человека, который накапливает не только свой личный опыт общения с системой, но ты делаешь еще видео и с другими участниками, которые живут на территории России, которые этот опыт тебе перерассказывают. И вы уже по ходу корректируете, даете советы друг другу. Поэтому я использовала данное слово. Понимаешь? И опыт у тебя накоплен немалый. Немалый. И за что тебе огромное спасибо. Мы все следим за твоим каналом. И твои видео появляются, кстати, в нашей группе тоже. Мы внутри Сургутнадзора, многие из нас, но модераторы точно находятся. Я думаю, неоднократно мы там появляемся, слушаем, видим, смотрим. Все, что необходимо, мы тоже для нашей группы предоставляем. Мне очень интересен был опыт твоей встречи с психиатрической клиникой. Каким образом ты доказал, что ты вменяемый? Как это? Мне лично интересно. Так. Предыстория надо рассказывать или сразу из психушки? Ну, я думаю, какой-то случай. Из-за чего? Короче, мы подняли тему ЖКХ. После этого нами заинтересовался отдел по борьбе с трансляционным экстремизмом. Крутили не только меня, на все мое окружение, это около 200 человек, где-то 3 месяца. В итоге пытались на меня завести уголовное дело. То есть взяли с меня бумагу. Я под принуждением, под пытками. То есть меня пытали, два пакета на голову, электрошокером били, в наручниках избивали на стуле, так что я валялся, дышать не мог на полу. Секунд 20. Зашли в квартиру с ОМОНом, потом второй раз выпилили дверь, тоже все вещи вынесли. Короче, даже Wi-Fi антенну открутили. И в итоге они меня крутили, крутили. Я с ними разговаривал нормально, по-человечески. Пытались все поднять. Со всеми моими друзьями, знакомыми со всеми поговорили. Все мои карточки там, побери переговоры. Причем использовали все мои аккаунты в YouTube, ВКонтакте, в телефоне. Симки для перевода каких-то денежных средств, для общения с другими людьми. Провоцировали их на какие-то действия, писали им там. Ну, то есть пытались провоцировать на экстремизм людей через мои аккаунты. Хотя я в это время находился в камере 10 суток. Спустя эти 10 суток они, не выводя меня на свободу, то есть вывели на улицу, а там уже стоял этот УАЗик. То есть посадили опять в машину и увезли. И вменили мне, что я якобы сопротивлялся при выходе на свободу. И опять 12 суток дали. А, то есть сопротивление. Как сопротивление? Ну, конечно. Якобы сопротивление. 19.3 – это невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции. Что-то такое. А там штук 40, наверное, видеокамер в этом здании. И там явно видно, что я вообще даже пальцем не двинул ни в чью сторону. Но они это не хотели поднимать. Просто был приказ обратно в камеру. И спустя 4,5 часа я зашел в ту же камеру. И народу вот такие глаза. Ну, в общем, еще 12 суток. Потом там вши были белевые. Дважды там такая канитель началась. Я начал обратку включать, писать, что нужно короны поменять, дезинфекцию провести и все остальное. Там такая канитель поднялась. Там чуть ли не бунт начался. Там начали двери матрасами закладывать до потолка. И грозились это все поджечь. Это подавление воли, как я понимаю. Это, как сказать, обратная реакция на беспредел системы. Это все не я делал. Это реакция тех, кто находился в камере. О, Господи. Да. И они увидели, что начинается и просто решили меня в психушку сдать. Отвезли. Первый раз сказали, что типа пройди добровольно. Подсунули бумажку. Я говорю, я ничего подписывать не буду. Я здоров. И в лечении не нуждаюсь. Ну, не пугали, конечно. Типа, будет хуже, подпиши. Я не велся. Отвезли обратно в камеру. А на следующие сутки отвезли и уже принудительно. То есть сдали просто. Просто, я не знаю, как вещь какую-то. Оформили, сдали. Меня разделили полностью. Одели вот эту робу какую-то ихнюю. Какие-то тапки. И все. Завели в палату. Пришли какие-то двое в халатах белых. Что-то поспрашивали. Что, как дела, как самочувствие. Я говорю, нормально. Ну, и все. И ушли. А как потом оказалось, это типа комиссия была в кавычках. То есть они никаких подробностей, ничего не спрашивали. Через два дня в этом же заведении, в психушке состоялся суд. Причем по законодательству Российской Федерации там два суда должны быть. Первый. Это признание недееспособным. То есть был дееспособный. Первый суд должен быть признанием недееспособным. А потом вопрос ставится. Второй суд. Нужно ли этого недееспособного лечить? Так вот они вот этот суд нафиг опустили. Сразу это начали. Нужно ли его лечить или не нужно? Сразу со второго. Перескочили сразу же. Да, да, да. И там же в психушке за закрытыми дверями в изолированной от звука палате начали весь цирк. Пришла черная мантия, поставили стол, флаг, герб, эмблема. Я захожу, реально дурдом. Все в белых халатах там, все показали свои удостоверения, доверенности, там прокурор удостоверения, адвокат свой удостоверения, паспорт. Все все показали. У них мой паспорт находится. А вот эта черная мантия сидит, как с небес свалился, понимаешь? Я говорю, а с чего вы взяли, что это судья? Я говорю, вы все показали документы, у вас мой паспорт. Я говорю, а это кто? Документы, я говорю, на стол. А он, наверное, мантии так побрызгал, так сказал, вот моя мантия, я там. У тебя тоже мантия, ты что, судья, что ли? Вот, пожалуйста, у меня тоже черная мантия. Ну, я им и говорю, где, я говорю, хотя бы один документ? И давай им перечислять, я же знаю, какие документы, а там список из 20 документов, подтверждающих личность, должность и полномочия судья. Я им говорю, давайте документы на стол. Я говорю, с чего взяли, что ли? Ну, они говорят, ой, он что-то себя неадекватно ведет, видите, у него обострение, типа, уведите его. И меня просто под ручки взяли и вывели. Ну, как, аккуратненько так. Получается, что ты настаивал на своем. Покажите документы. Первое, да? Я с ними не стал разговаривать. Что смысл с ними разговаривать, если они вот такой цирк устроили в психушке? Они потом это назвали выездное заседание. Хотя везде по официальной информации заседание было в здании суда. Войездное заседание. Нет, по официальной информации в таком-то кабинете там какой-то, не помню, номер указан, заседание было проведено в здании суда. А по факту в психушке. Ну, реально, когда ты находишься в психушке, никто, находящийся вне территории психического заведения вот этого не может тебе помочь. Правильно? То есть как-то заступиться или, не знаю, залог оставить. Вообще такой практики нет. Потому что у нас были случаи, когда человек попадал в психическое заведение и себя с ним прерывается. Ты даже не можешь знать, что с ним происходит внутри. Не знаешь. Ты не можешь его оттуда... То есть у меня был такой случай, я не могла с человеком никак сконтактировать, чтобы как-то ему помочь. А его посадили в психушку за то, что он пришел к доктору и показал глиста, который у него вышел из тела. Его сразу в психушку отвезли. Такая простая штука. Не смейся. Это Италия. Не смейся, пожалуйста. Всякое бывает. Нашел кому показывать. Да, тоже неправильно, конечно, себя приступил. Но кто же ожидал такой реакции? Он оказался в психушке, его же оттуда не вытащишь. Вот такая предыстория. А дальше я начал искать способ. То есть они вынесли решение тут же прям, что назначить бессрочное. То есть по закону должны назначить определенный срок. От трех, что ли, до полугода, месяцев это определенный срок. Они этот срок не указали. То есть бессрочно, пожизненно лечить дееспособного человека. Только на основании слов сотрудников полиции. Там прямо так и написано. Со слов сотрудников полиции наносил сам себе увечья. Ходил в железном металлическом шлеме по камере. Как в камеру можно металлический шлем принести? Я вообще не понимаю. Ну чушь полнейшую написать. То есть они написали все наоборот. Что это не они били, а ты сам себя. А, ну да, да. Что я склонен к суициду и все такое, понимаешь? Ага, склонность к суициду. Ага, понятно. Теперь мне понятно. Типа он опасен для общества. Может причинить и себе, и другим вред. Так тебе прописали, что тебя лечить должны теперь всю жизнь? Так что ли, получается? Да, вынесли. Бурдловский вот этот, который в черной манте, Игорь Викторович, он вынес решение, что бессрочно лечить принудительно. Пожизненно. И ты лечишься? Ну если... Кто тебя принудительно лечит? От чего? От здравомыслия, что ли? От здравомыслия, да, да. Ну, ты уже занимался тогда вот этой темой, да, живого человека, когда вот это случилось? Или это стало предсечей? Решение было вынесено примерно 20 октября. С темой живых я познакомился 14 мая. То есть месяц я изучал, то есть не выходя из-за компьютера. И получается с июня по сентябрь, то есть буквально три месяца, за три месяца, как мне сказали, ты достал весь город. Ну я же не один хотел. На волне. На волне. И то есть мы... Ну так получается, что каким-то образом все должностные лица просто начали возмущаться, что мы начинаем вот эту правду все поднимать и озвучивать ее на видео. Я же сразу видео монтировал. Мы ходили в походы, один раз даже за сутки у нас было 8 мест мы посетили. То есть 8 видео походов за сутки. А потом я до 3-4 ночи сидел, это все монтировал и в YouTube выкладывал. Ну есть ли уже какое-то изменение с этим решением по поводу твоего обязательного пожизненного лечения? Что-то сдвинулось с места? Ну рассказываю дальше. Короче, они вынесли решение. Я давай схватился за голову и думаю, ну все, капец. Вот он пришел в финал, короче, ничего не изменится. Потом думаю, а что разочаровываться? А ну-ка, дай-ка. Ну смысл, если появилось много времени, там делать нечего. Там ни телевизора, никаких развлечений нет. То есть общаться непонятно с кем. Там человек 80 было, без дверей, 8 палат. То есть любой к любому мог зайти, там постоянно это, все друг друга, с друг другом общались по тем или иным ситуациям. Я решил, ну что, надо апелляцию. И снаружи начали, поднялась волна. То есть меня не сразу начали искать, где-то сутки прошли после того, как меня начали искать. И вот за эти 21 день поднялась волна со всего мира. Со всего мира начали писать, звонить, там с Франции, с Германии, с Бразилии, с Латвии, то есть, ну я уже, это, с России, само собой, там со всех городов. И Дмитрий Мецлер подключился, и с Питера, много кто подключился, я уж всех не помню. Всем благодарствую. Поднялась такая волна резонансная, общественная, что полномочий по правам человека был вынужден прийти и среагировать на ситуацию. Ну и, соответственно, с волей их начали долбить, и я изнутри тоже. То есть я начал писать вот эти все обращения каждый день. То есть, а, поначалу мне вообще даже ничего не давали, ни бумагу, ни ручку, и даже карандаш. А, ну это да. А, да, я там этот, якобы лечащий врач Фарид Альбертович, я им говорю, слушайте, почему мне ручку не дают? Он говорит, а зачем тебе это все? Я говорю, а как я апелляцию-то буду писать? Мне же нужно это, обжаловать вот это решение незаконное. Он говорит, пиши крови. О, Боже. Нормально, да? Мы, кстати, наши документы подписываем красными чернилами. То есть он, я не знаю, это намек или что было. Мне не давали ни ручку, ни бумажку, да? А где я возьму кровь? У кого? Либо у кого-то другого, то есть причиниваемый вред, да? Либо у себя. То есть это подтверждение суицидальных наклонностей. Меня вот таким образом провоцировали. Пиши крови. Ну, естественно. Девочки, кто зашел айфон, я буду безымянных выводить из комнаты. Предупреждаю, переименовывайтесь. Извини. Ну и, короче, начал написал апелляцию. Это еще со стороны воли на это подключились грамотные правоведы. И через уплановочную по правам человека удалось оформить доверенность на двух человек. Причем они имеют эту доверенность, пытались заверить таким этим прямоугольным штемпелем. стоит роспись главного врача, то есть он имеет право заверять такую доверенность. И такой прямоугольный штемпель. Я говорю, вы что, издеваетесь? Давайте круглую. Это с этим, с НННом, УГРНом. Ну, этот юрист, конечно, сделал такие глаза. Наверное, впервые с таким столкнулся, но он был вынужден сходить и принести с круглой печатью. И две доверенности ушли на волю. И с той стороны начали активно действовать люди, и с моей стороны, изнутри. Я там затребовал закон о психиатрии, книгу жалобы, предложения, параллельно писал рукописи, они до сих пор сохранились, и там очень много подробностей. Я их храню на всякий случай. Видео по ним смонтированы, вообще творится в психушке. Ну, надо максимально собрать документы однозначно в этот момент. Да, да. То есть я фиксировал все, что кушал, куда ходил, с кем разговаривал, кто что сделал, кто что сказал, все там зафиксировано. Где плесень, где бумага туалетная отсутствует, и вот это все, все писал. Прямо по дням надо писать. Да. У меня там идет дата, день, время. Короче, раз такой абзац, потом следующее, время такое-то, а еще один абзац. Потом на следующий день еще одна дата. И вот писал, писал, писал. Карандаш сначала нашел, еле-еле. Сначала карандашом писал. Бумагу тоже нашел. Потом мне продали ручку за тысячу рублей. Да. Я сказал... Просто деньги были с собой? Деньги были с собой? Нет, соображение включил, говорю, как выйду на волю, либо кто-то, как только будет первое свидание, я передам информацию или звонок. И на определенный реквизит будет перечислена сумма тысяч рублей. Все, договорились. Мне дали ручку, а потом подошли, сказали, не надо, это тебе подарок, короче. Вот так у меня появилась первая ручка, и я начал так писать, что за 62 дня исписал больше 13 ручек. очень похожая практика. Так как я как психолог сталкиваюсь с женщинами, которые разводятся с итальянцами, во время развода их также просят протоколировать прямо каждый день все действия, которые муж против них совершает. Например, когда бил заявление, аудиозапись, или написать день, когда это было. Прямо все запротоколировать, все документы собрать в одну кучу. Все возможны. Во-первых, это доказательная база того, что происходило. Во-вторых, это доказательство дееспособности, то есть даже по почерку можно установить, человек в меняемом состоянии находился или нет. По почерку? А как по почерку? Есть такой анализ по почерку и способность определять? Конечно. Одно дело у тебя там выверено, все написано, а с другой стороны у тебя там вот так вот идет. Ну, понятно, что человек не в адеквате находится, нервничает, психует. Я все это писал, писал и в книгу жалобы и предложений и обращения на главврача в прокуратуру везде, короче. И у нас приняли апелляцию к рассмотрению и начали ждать апелляцию. И вот 62 дня я ждал решения апелляционного суда. И коллегиально там они трое или четверо, что ли, судей вынесли однозначно решение, что решение Бурлузского незаконное. То есть решение основанное только на словах неких сотрудников полиции без фамилии, без имени, без отчества, без звания, вообще просто со слов сотрудников полиции. Понятно. Там, ну, есть видео полностью, это все разбивается, и, то есть, как только было принято решение, меня тут же выпустили. За это время в фельдхушке мне чуть глаз не выкалывали или этим карандашом, постоянно провоцировали, кидали, кидали с меня бутылкой, там, еще что-то, постоянно запрещали. Да, звонки запрещали, свидания запрещали по два-три раза на дню, то есть еле-еле удалось добиться свиданий, там, звонков, пошли вот эти письма, обмен информацией, передачки пошли, мне ведь приходят передачки, я их сразу всем раздаю, то есть, всем поровну, кто что хочет. Ну, это серьезный опыт, серьезный опыт. И что еще было? Была комиссия, через две недели они мне назначили комиссию. Алло? Да. Алло? Так, кто разговаривает по телефону, выключите микрофон, пожалуйста. Ва. Все. Вот так. Через две недели они собрали комиссию, где-то 35-40 человек, я точно не насчитал, но, в общем, я так понял, со всей области, ну, с Ургута точно все приехали, то есть, как сцены из собачьего сердца, поставили стульчик посередине, вот так они вокруг все меня, слева, справа, спереди, там целые лавочки стоят, они так в ряд сидят, все такие, на тебя ряды такие смотрят, глаз вот этих вот стеклянных в белых халатах, и там 3-4 диктофона было, то есть, они это все писали на диктофон, и давай меня расспрашивай, что, как, почему здесь оказался, я им целый час рассказывал, рассказывал, говорю, что есть персона, у человека может быть несколько персон, я исследователь, или я здравомыслящий, я ничего не утверждаю, я наоборот исследую и проверяю на практике, и таким образом за час, когда, ну, на тот момент, когда я им это все рассказывал, я уже третий день, что ли, или второй, находился на голодовке, из-за того, что мне не разрешают ни свиданий, ни звонков, и когда я им в конце это сказал, они были очень удивлены, что я в состоянии голодовки, все равно продолжаю здравомыслить, нормально себя веду, и когда я уходил, вот женщина, которая сидела у выхода, она прям на меня так посмотрела, спасибо вам, то есть она очень много узнала, понимаешь, даже там удалось... Можно сопротивляться, она поняла. Я понял, что даже в такой критической ситуации можно просвещать людей. Можно, можно. Ну, в этом была наверняка и ваша задача в тот момент. Да, и вот сколько, это было через две недели, и получается, через полтора месяца по решению суда я вышел, в кавычках суда. Никто не верил. Да, понятно, никто не верил, Потому что может и так, а может и так, если ты сопротивляешься, знаешь, как себя вести, то вероятность на позитивное решение все-таки больше, как вот я вот наблюдаю по различным практикам. У нас, кстати, присутствует сейчас на встрече еще одна девочка, которая является клиническим психологом, так что, если вдруг какие-то еще вопросы, можете пообщаться по этой... Девочки, давай вопросы можно, включайте экран. Я бы хотел добавить, что за эти 62 дня меня ни разу не пичкали, не кололи, то есть пытались там сдай кровь, там анализы, там взвесь температуру. Ну, я температуру чисто ради себя сначала намерил. Взвешивался тоже, когда вот у меня две голодовки было. перед выходом у меня так получилось, что я пять дней голодал, еду не ел, и из этих пяти дней два или три дня, короче... Но это не в протест, это было просто личное желание. Нет, это именно протест. Мне же перед решением суда окончательным запретили опять свидание и звонки, то есть я не мог понять, что происходит, когда заседание, принесено оно или нет, вообще в неведении не держали, то есть специально нагнетали обстановку. И у нас с ними была договоренность в самом начале, что они сказали, у нас тут такие правила, что каждую субботу мы всех бреем наголо, бороду все сбриваем, ногти стрижем. Я говорю, я не хочу. Они говорят, ну, давай, надо, короче. Я говорю, ну, тогда разве это, давайте договоримся. Я говорю, вы мне разрешайте свидание и звонки, которые уже разрешали, по сути-то, многократно, и не прекращайте их. Тогда я согласен пойти вот на это, то, что мне, в принципе, не по душе. А, и звонки были разрешены все-таки, телефон вас не забирали. У меня не было телефона. Был стационарный телефон, по которому два раза в неделю по две минуты максимум можно было. Можно звонить, да? У нас запрещают даже звонить. А звонить можно только на городские номера? Только на городские номера. У нас запрещено звонить. Я не могу этого человека никак вообще контактировать. По закону 15 минут в сутки. Читайте законы. Надо посмотреть итальянские, да. Я тоже не знал. Мне вот с волей начала вот эта вся информация поступать по поводу книги, жалобы, предложений, всего вот этого. Я это начал сразу там это все... То есть я, как сказать, я не совсем знал все свои права. А когда мне начала поступать информация с воли, я начал все свои права реализовывать там на месте. Я не видел, что я каждый день что-то новое требую, каждый день что-то новое фиксирую, выявляю. Ну, то есть мозговая деятельность живого, активного человека. А что вы имеете в виду информация с волей? Что ты имеешь в виду из-за них? Ну, вот удалось договориться так, что только мне разрешили не две, а четыре минуты в сутки разговаривать. Ну, это раз в две недели. Я завел себе тетрадку, и плюс еще разрешили звонить на сотовые телефоны. А, какой ты привилегированный был там. Ну, умел разговаривать, я же говорю, это вот обновление общественности было снаружи. От меня, меня как только не провоцировали, от меня никакой реакции не было. Я не реагировал на их провокации. Я не многократно, ну, я не знаю, раз в 200, наверное, убедились, что как меня там не провоцируй, не кидайся в меня, там, не тыщи. Я не то, что не хочу, не способен причинить вредь в другом. И разговаривал я очень аккуратно по телефону, без перехода на личности, без матов, без ругайств, без выдачи какой-либо конфиденциальной информации. То есть я это все прекрасно соображал и разговаривал по телефону так, что меня понимали, но при этом я ничего такого опасного не говорил. Это очень тонкий момент. Да, естественно, у них все звонки записывались, причем меня провоцировали и со стороны семьи. Мне пытались поднять всю, всю, там, всю мою подноготную семейную, про маму, про папу, про брата, про все, короче, что вот, да-да-да, все поднимали. У нас 37-й год напоминает. Да-да, да какой там 37-й? Мне про квартиру говорили, что перебивши квартиру на нас и мы тебя сразу отпустим или там заплати 300 тысяч и я тебя сам отсюда выведу. Даже так? Конечно. Понятно. Все были способы применены. Там, я тебе говорю, там каждую минуту идет провокация, каждую минуту. Шикарно, шикарный случай. Шикарный случай. тебе понимаешь, вот ты в такой ситуации находишься, вот я решил написать там это, запись, да, в свой дневник, ежедневник, рукопись написать. Вот я сажусь на диван в коридоре, начинаю писать. Каждую минуту подходит вот так вот, тебя толкает в плечо, что пишешь? Или кто-нибудь садится рядом и так ногой начинает дергать это. И ты вот сидишь вот так вот и пишешь, короче. И параллельно отвечаешь, что ты пишешь? Уже в сотый раз отвечаешь, что ты пишешь, понимаешь? Хороший тренинг, я смотрю. Вообще, а ночью бывали такие случаи, что у кого-то случались приступы и все, три дня подряд кто-то начинал орать. Его привязывали, короче, и у него, ну, я не знаю, бес вселялся или что, короче, он прям орал не своим голосом и его выкручивало по-всякому, то есть... Рядом с тобой это было. Иногда рядом со мной. Интересно. И вот в такой, то есть у тебя сна нету, еда плохая, ужасная еда была, то есть у всех постоянно изжога была, мне пришлось отказаться от черного хлеба, я постоянно просил белый хлеб, чтобы хоть как-то изжогу погасить. А в туалете нету туалетной бумаги, ванна раз в неделю, по исключительным случаям, ну, то есть такие, ну, почти невыносимые условия. И воду мне приходилось пить из-под крана, дабы не это, как тебе сказать, не выпить чего-то лишнего. Постоянно из-под крана пил воду. Ну, это выход из положения, конечно, да. Уж лучше на диете посидеть, что-то не доесть, чем умереть от какого-то там отравления или... Дело не в отравлении, дело... Внутренне. Дело не в отравлении, а дело в психотропных препаратах. А то есть они могут в пищу их добавлять? Я не знаю. Если они не поднимут тебя внутривенно, то... Я не знаю, но я видел, как кому-то что-то вкалывали, и он вел себя совершенно неадекватно. Либо овощем становился, либо начинал истерить. А мне зачем такие проблемы? Я просто понимаю, спрашиваю об этом так подробно, потому что имела в своей семье опыт человека, которого посадили в психушку ни за что. И вот реально это была моя бабушка, она была директор ЖКХ жилищного комплекса. И за... Ну, естественно, её за неповиновение или сопротивление тоже придумали какую-то причину, посадили в психушку, и её сразу стали колоть психотропными средствами. То есть даже невозможно было вытащить оттуда. Но она тогда была одна, один на один с системой, может, многого не знала. Сразу стали колоть психотропные средства. Успокаивающе. Да, система такая, она ломает сразу волю. Ребята, вы можете задавать вопросы, включая микрофон, и вот здесь вот можно поднять руку, внизу реакция, да, или пишите в чате, кто хочет задать вопрос. Я включу микрофон, пока мы беседуем. Это очень интересный, на самом деле, тренинг для человека, для того, чтобы выработать не только свою сильную волю, но и, в общем, и других научите. Как вы говорите, как ты говоришь, рядом люди, они тоже начинают немножко пробуждаться, видя, что все-таки есть выход, да, из любой ситуации. Так вот я тебе скажу, что даже в психушке что-то вроде бунта началось, понимаешь? Потому что многие начинали соображать, что происходит. И когда я им показал закон о психиатрии, статья 4, что каждый может отказаться от добровольного лечения, там такое началось, там просто они приняли жесткие меры и пару человек превратили в овощи на неделю. Так ты знал об этом законе до того, как это случилось? Нет, я там внутри узнал об этом. Внутри? Ага. То есть тебе, значит, приходила информация, когда ты находился уже внутри этой ситуации, правильно? Конечно, конечно. Мне периодически разрешали свидания, мы постоянно обменивались документами, я там истребовал кодексы. Я вообще, к концу, к выходу из психушки, когда я выходил, у меня 3 или 4 пакета было с собой, а за неделю до этого у меня где-то папка есть такая толстенная с документами. Вот я вот с этой папкой, я ни одного документа из рук не выпускал. Я и спал с ними, я и в столовую с ними ходил, я и в туалет с ними ходил. То есть вот такая толстенная папка, я ее постоянно под мышкой ходил, потому что у меня в самом начале попросили какой-то документ очень важный, мою рукопись. Говорят, дайте посмотреть, мы вам вернем. Я говорю, ну не вопрос, берите. И потом его зажали, этот документ, и только через 2 что ли недели вернули. Я сказал, раз вы так, нет, ну удерживали мой документ, хотя обещали вернуть сразу. Ну я понял, что надо за каждым документом следить. Система специально теряет документы, это так делается. А как ты в психушке сохранишь документы? Только с собой нося. Да, правильно. Я под подушкой и постоянно с собой носил. Кушаю, рядом кладу, там в туалете, там куда-то на батарею, еще что-то. Очень важно правильное поведение, да, в таких ситуациях. Да, меня, ну меня спрашивали, ты что с документами ходишь? Я им пояснял, что вот, в самом начале я отдал документ, мне сказали, что вернут, а они вернули. Я вам не верю больше. Я вынужден так ходить. Ну что я поделаю? Ну, вынужден. Мне это не доставляет удовольствия. Да-да. Ну, потому мы здесь, в Италии, постоянно себе копии делаем, документы отослали, имейл копия этого имейла должна где-то сохраниться. То есть, архивировать надо все материальные носители какого-то взаимодействия с системой. Всегда. Любой. Любой имейл, любое письмо. Игорь, у тебя есть вопрос? Добрый день, Антон. Да, добрый день, Лена. Хотел уточнить, Антон, вы говорили именно я вынужден или вы меня вынуждаете? То есть, правильно формула была бы какая? Или вы какую использовали? Извини, ты какую использовал? Да по-разному, я все использовал. Я там, я включил такие способности у себя, от которых я даже не подозревал. Понимаешь? Настолько экстремальная ситуация была. Я не знал, проснулся я в следующее утро или нет, выкралит мне кто-то глаз тут или нет, или воткнет до мозга карандаш. Понимаешь? Я не знал. Поэтому вот в такой ситуации я использовал все. Я и говорил, что меня и принуждает, и что я вынужден. на тот момент, вот сейчас мы, каждый раз, когда нас принуждает, мы прямо говорим, ну, я говорю, и все вот в моем окружении научились, что под принуждением под вашу ответственность. Тогда я этого не знал. Но я всячески своим поведением давал понять вот эту фразу, что я здесь нахожусь вынужденными, вы меня удерживаете незаконно. Там даже в постановлении было написано о принудительном лечении, что постановление не вступило в законную силу. Прямо приписка. Я им показывал, вот смотрите, она говорит, да нам пофиг, нам сказали, ну и все. Иди, не доставай нас. Все. Понятно. Нет, вопрос именно к тому, что вы говорите, мол, я ввел себя подобающим образом, экспериментировал, конечно, но именно это, например, меня интересуют именно нюансы, примеры поведения, которые, например, могут бы, не дай бог, случиться с кем-то другим, да? именно практические примеры. Словы, фразы, вот как вы говорите, ты говоришь насчет документов, что ты сказал с собой, все, везде и всю. Ситуация была хорошо описана, Антон рассказал нам все в подробностях, как вы считаете. Да, извиняюсь, я не могу сказать. Вы просто зашли поздно, вы там записи, пожалуйста, дослушайте, там все описание ситуации, как все было проведено. Хорошо, благодарю. Спасибо. Благодарю, Антон. Благодарствую. Вопросики? Все включены. Ну, тут пишут, что в Италии такого нет и, наверное, быть не может. Но я вам скажу, что... Зря они так пишут, потому что я с этим сталкиваюсь неоднократно. Уже было, я знаю. Кто колет психотропными препаратами, я встречаюсь постоянно в Италии. Я чуть такого первый раз слышу. Это ты одна такая женщина. Девчонки, я вот была на встрече с нашими ребятами и была рекеста, это, как сказать, запрос на психическое обследование после того, как человек не заплатил, если я не ошибаюсь, сейчас скажу, что мульты, как это сказать, штраф. Штраф. Это Майдин муж, и она мне лично вот донесла эту информацию. Вот прямо-таки когда? Это было в субботу. Так что сейчас они составляют вежливое уведомление на эту тему. Есть такие вещи? Нет, вопрос, говорят, что здесь нету в Италии. Есть в Италии, я про обращение говорила, девочки, про обращение, как обращались, что человек боится с проколотыми глазами быть и об этом. А, внутри психиатрической клиники? Да. А, окей, окей. У меня страху не было, то есть я этого всего не боялся, но у меня просто ужас возникал в голове, как многое я не успею сделать, если я вот здесь погибну, понимаете? У меня вот только из-за этого было. А может инстинкт самосохранения и дал вам эту силу сопротивляться и найти нужную информацию, чтобы все это решить? Мне больше страшно было жить в такой стране, где вот такой беспредел возможен, понимаете? Да, Антон, везде, везде это беспредел. Тут та же самая история. Тут люди просто из-за того, что они заявили, я, мол, живой человек, где-то, получается, 10, нет, 13 лет назад, просто решил этот мэр и вместе с главврачом этой психиатрической больницы того города просто так решили, упихнули его туда и пичкали его всяко-разно. Да, да, случай есть. Его с трудом вытаскивали потом. Просто мне, вот понимаете, я когда вот это все понял, осознал, что мне каждую секунду грозит опасность лишения жизни, либо там остаться инвалидом, либо элементарные уколы, не знаю, какая-то часть мозга выйдет через мочу на следующий день. В этой ситуации мне не столько страшно было за свою жизнь, что случится с моим физическим телом, сколько мне вот горечно было бы, если бы со мной это сделали, я бы не успел сделать то, что я сейчас делаю, понимаете? Мне вот только как, только начал жить, только узнал правду и тут бац, тебя останавливают, понимаете? А еще столько великих дел охота сделать, столько людям охота помочь. Меня вот это волновало. Я решил, что нет, я не буду сидеть на месте, я сделаю все возможное, что только можно и что невозможно, чтобы отсюда выйти живым, здоровым и дальше действовать вообще в общее благо. Вот в чем меня руководствовалось. Вопрос можно? Вопрос. Да, конечно. Можно вопрос? Да, я только что вошла, потому что... Ольга, включите видео. Не могу включить видео, потому что я не дома, поэтому лучше не надо. Ну и что? Нам нужно видеть ваше лицо. Идет запись. Не важно. Глент, ну ты меня знаешь, Господи. Идет запись. Запись идет Антону тоже. Хорошо. Неважно, пускай говорит. Правый голос. Хорошо, ладно. Антон, я только что зашла, поэтому, я не знаю, вы ознакомливались с нашими документами итальянскими? Частично видел, даже кто-то мне писал. Я не уверен, но, возможно, с вашей стороны тоже были письма в психиатрию, то есть приходили на имя главврача. Ага, то есть вот это вот я есмь и мы есмь, да? Иосо, носямо иосоно. То есть вы их не читали? Не, ну я примерно знаю, что у вас там написано. Волеизвление живого человека, я есть там душа в теле, физическом, ну таких волеизвлений множество. То есть есть подобные волеизъявления, да? А на какой базе они построены? Вот, например, каждый документ, ну вот у нас, например, как история рассказывается вот папские боли, да? Есть ли это часть историческая вот в документах, которые вы использовали? Нет, у нас документ не на основе заявления римских пап, это неправильно. Я поняла, что не на основе, я сказала, историческая часть. Нет. Историческая. Нет. Оля, нет. Лен, я вам... Оля, нет. Ольга, извиняюсь, историческая часть всей этой Харабабуры, я бы, мой личный совет, оставь в сторонку, потому что история, она неизвестна. Очень глубокий, действительно, очень глубокий. Можно я у Антона спрошу? Можно я у Антона спрошу? Говорить человеку? Историческая. Я имела в виду, что вот система, потому что, смотрите, вчера у нас была лекция по поводу, как сказать, привычки, которая должна сделать... Вот сейчас я вас к помощи прошу, потому что у меня на итальянском выходит, а на русском нет. Оля, вы не были вводной части. Давайте я объясню. Я тоже хотела этот вопрос задать и повторить. Можно, да? Ну, это было уже объяснено в начале. Вы зашли, может быть, поздно, и прослушали вводную часть. Нет, подожди, Лен, ты объяснила, что ОПТТ – это законы, по которым мы не можем колоться и ездить можем. Нет, нет. Это был ввиду. Вопрос был ко мне лично, с какого момента я начала, о том, что на основе чего основываются исторические эти документы, мы разговаривали с Антоном, я ему объясняла. Смотрите, все в записи будет, девочки. Вы ходите, заходите, теряете суть. Давайте внимательно. Мы не про это сейчас. Я говорю о том, что такое ОПТТ. Антон спросил, что это за движение, ты сказала, это документы, которые мы делаем для того, чтобы ездить через границу, без паспорта, и чтобы нас не короли. Это не движение. Не движение это. Это не движение. Это направление. Это направление. Зайди, почитай, даже в Википедии. Это направление, можно назвать движение, можно назвать направлением, которое было сделано в 2012 году тремя адвокатами. Вы про это что-то знаете, Антон, да? В 2012 году, которые заявили, что 25 декабря, что пропитать частная собственность была забрата у людей государствами и банками. и они оштрафовали вот эту систему своим заявлением и якобы после этого систем государств не существует, то есть это корпорации, как бы они, эти корпорации закончили свое действие. Все то, что продолжается сейчас, это по инерции движется, потому что люди еще пока этого не знают. Но на самом деле вот этим документом, которых три адвоката предъявили девочке в суд, да, куда они предъявили, я сейчас не помню, вот на них, на эти документы не нашлось опознавательных отвержений, и поэтому они до сих пор в действии. То есть это на основании законов УССИ. Ну, а что микрофон отключил? Не слышно. Наталья? УССИ, дальше. Вот на основании этих документов, если, то есть по этому закону, это морской закон, если хотя бы на один пункт организация или там государство или просто частное лицо кто-то тебе не отвечает, этот документ становится легитимным. То есть они не опровергли вот этих адвокатов, которые раскрыли, скажем так, эту фальшифку, что оказались рабами вот эти факты, что мы неживые, нас продают в рабство. Что даже слово паспорт, паспорт, то есть нас сделали товаром, живыми, товар с руками и с ногами. Глобальная мошенничество началось. Поэтому арестовав вот это, сейчас я закончу, а то я собьюсь в смысле, арестовав вот это все дело, вот это все мошенничество, как они сказали, мы, то есть не существует больше государств, как таковых, и банков. То есть это все незаконно. И вот на основании этого они сейчас сделали документы, которые говорят, что я живой человек, я не отношусь там к паспорту, их несколько документов, и основное, что сейчас пишется, это вот этот афидавит, афидавит, в котором будут опять-таки пункты, там вопросы, на которые они не смогут ответить, не смогут ответить, и поэтому он становится легитимным. И еще было сказано вчера, очень важная вещь, что в нашей конституции, то есть в итальянской конституции, существует такой закон, артикул номер 10, комма первая, который говорит о том, что если множество людей, то есть это вырабатывание привычки, обычая, как вырабатывается обычай, если много людей, то есть множество, согласно, ну, например, носить маску, то это становится, входит в закон. И они сказали, что в нашей конституции этому артикулу уделяется очень мало внимания, он как бы затушован, да, а в международном праве он разворачивается, и он основным является, то есть мы сами с нашего согласия даем им право выпускать такие законы, то есть своим поведением. Вот, поэтому они делают сейчас эти все документы, на основании которых ты, в принципе, заявляешь, что ты свободный человек. И она говорит, чем больше будет этого движения, тем это станет, ну, как бы станет обычаем на основании вот этой же конституции. И, то есть, а чем больше будет людей войдут вот в эту систему, систему, ну, система называется неправильно, да, то это направление вот этого движения, если мы все выпустим себе одинаковые документы, то это будет уже признано как бы и на юридическом уровне. Наталья, все, что ты говорила последние пять минут, мы сказали в одной фразе, истинное произнесенное многократно становится законом. Да, 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 да. Я просто к тому, что вот эти три адвоката, которые я так все сделала, знал ли ты, Антон, про вот про этих адвокатов, про это движение? Да, знал я, и про завещание Гравица знаю, и про многое еще знаю, что отменено, Российская Федерация ликвидирована в 2017 году. Очень много такой информации подобной. Вопрос в другом, как это применить на практике? Вот, они предлагают делать эти документы всем одинаковые, и в России тоже. Таким образом. Вопрос ты не услышала. Документы вы наделываете, где практика их применения? Нет еще пока. Нет, у них уже начинается она. Да-да. Ребят, но это с 2012 года, надо же начать их делать. Мы еще не сняли, Антон. С 2012 года? Вы что, это, сколько? Антон, Антон, извиняюсь. Они разбираться только начали. За 9 лет нету никакой практики. Наталья, а что вы говорите? Практика существует? Можно я скажу? Да, Игорь, открываем микрофон. Да, спасибо. Дело в том, что в 2013 нас там тут была, как говорится, как это по-русски будет, диверсия получилась, потому что нужен был доставлен, или вручен, последний документ, это называется милитарь ордер, это будет армейский приказ, в котором все было сказано, и показано, и доказано, чтобы любой государственный, или военный, или полицейский чиновник сделал свое дело и арестовал виновных всяких этих преступлений. И в том же, а также и любому нормальному человеку, это тоже армейский приказ, чтобы за правду, или как там, чтобы был, короче, все действовали в рамках справедливости и истины. И этот документ не был вручен специальным образом, и все остановилось на вот эти года, да, семь лет. А в 2013 главный казерма Италии, они обратились к этим нашим суверенным, чтобы с вопросом, что нам делать. И в тот момент должен был быть вручен этот военный приказ. Этого не было сделано, и поэтому они решили быстро сделать по-своему. И поэтому, получается, все остановилось. этот приказ был вручен Трампу в 2017 году, получается. И сейчас он у нас у всех на руках. И практика есть, потому что люди уже летают даже тут на островах рядом с Европой, ходят в государственных учреждениях, предоставляя этот универсал паз, документ, который мы сами себе сделали. Там есть фотография, дата рождения, и все. Там и насчет этой нашей, как говорится, нельзя назвать организацией. Ну, в смысле, что документы, нормальный документ, который человек делает, и человек превыше всех законов, поэтому они не могут его не одобрить. И практика есть, люди его используют и говорят, что у меня другого документа нет, но я не вынужден использовать тот. В аэропортах тоже проходит с таким документом. И это все зависит от уверенности в себе и от истины, которая в себе заложена. Потому что если они чувствуют, как собака чует, что ты не знаешь, что творишь, то они на тебя уже нападают с этим вот. Я надеюсь, я внятно выразился, потому что русский это не мой язык. Спасибо, Игорь. Спасибо. Спасибо, я добавлю. Да, практика есть. Я вчера спросила еще секундочку только добавлю. Барбару даже по ипотеке, если есть практика, она сказала, что есть. Что даже вот таким способом за счет твоего траста, который был, люди не платят ипотеку больше. Так что есть практика. Да, внимательнее слушайте все, и чтобы не было тех же вопросов и пояснений по ходу. Благодарю. Есть вопрос в чате, выключаем микрофоны, есть вопрос в чате, вопрос, можно ли добиться, Антон, вопрос к вам, от Радимиры, можно ли добиться пересмотрения дела, вынесенного судом в Санкт-Петербурге в 2008 году по причине, что судов в Российской Федерации не было или же информация у меня неправильная? Благодарю. Вопрос от Радимиры. Радимир, вы здесь? Да, конечно. Да, вот. Добрый день. Во-первых, с 2008 года срок давности, наверное, истек. Во-вторых, срок... да, да, ну вот, конечно, там должно быть обстоятельство, да. Дайте, пожалуйста, ответить на это, на вопрос. Хорошо. Во-первых, срок давности истек любого там события, на основании чего там решение вынесено. Во-вторых, сроки обжалования просроченные, там обычно сколько там, месяц, два, что-то такое. И в-третьих, сроки обжалования по вновь открывшимся обстоятельствам. Эти сроки тоже истечены, ну, истекли. Поэтому я не знаю тут, что делать. По поводу чего было решение? По поводу наследства, там, у меня не было информации по психушке, что произошло с моим отчимом. Так был он сдан. И, соответственно, документы попали позже к нам, намного позже. И, как мне объяснили адвокаты, что, в общем-то, нет никакого смысла пересматривать, потому что все сроки истекли. Но, поскольку я уже часто вижу, что в Российской Федерации судов не было, и по причине, что, в общем-то, суд-то незаконен, получается, решение-то неправомерное, как-то это вот снова затеять с новыми документами, тот же самый суд. Так не получится? Ясно. Наследство. Смотри, некоторые живые мужчины и женщины у нас здесь в России по поводу наследства поступают не по законам РФ, но не нарушая их. Скажем так, в соответствии с законами РФ, но не по законам РФ, но не нарушая их. Ничего не делают. Они пишут волеизъявления, уведомления о том, что я такой-то, такой-то, вступая в права наследства, через свою персону, вступая в наследство такой-то персоны своего отца. И с таким уведомлением двух экземпляров идут к нотариусу и уведомляют их. Им ставят печать, роспись, все, заверено нотариусом, и все. Они этот документ потом везде используют, чтобы и той же системе доказать, что они приняли все наследство себе от своих умерших родственников. Правильно, но там-то спор был же, правильно, через суд. Там был спор с родственниками моего отчима, который написал на меня завещание. Потом, пока меня не было, соответственно, его сначала отмели завещание, потом сдали в психушку, там его залечили. Это, кстати, было последний раз, когда можно было сдать по заявлению родственников, потому что потом резко вышел закон, что только по согласию самого человека, если он согласен лечиться. То есть, вот это все непонятно было. Я, соответственно, конечно, реагировать быстро не могла. Я находилась в Италии. У меня вот это все происходит, я даже не знаю, что с этим делать. В психушке, тем более, пыталась ходить и нигде никакой информации не давали. Неважно, что мы с ним в одной квартире прописаны, неважно, что мы там много лет живем вместе, но информацию по нему я не могла получить, потому что я не его родственница. И даже не патч, патч, официально неоформленные отношения у нас. В общем, бредятельно полная и, соответственно, что судом было присвоено наследство его сестре, которая все это организовала. И помещение в психушку, и отмену завещания. И, соответственно, я сейчас не знаю, что умеют делать по квартире, у них по квартире у меня, но ладно бы это, они же что сделали? Они агентству продали, а агентство начало меня отжимать. То есть в порт истории тянется, я не знаю, как с тобой вылезать. Ну, ясно. Попробуй покопай в сторону освещения данного процесса. Ютуб-канал, социальные сети, о тебе начнут узнавать многие, рано или поздно тебе придет решение от грамотного правоведа. Хорошо, благодарю. Я уже много лет назад думала это делать, но как-то остановилась, потому что многие говорят, ты что, дура, что любит? Говорят, он ездит, что думает? Да ничего не произойдет. Ну, вот никогда не находила, скажем так, людей, мнение которых было бы, ну, единомышленников, скажем. Хотя такие мысли уже давно были. Благодарю. Знаешь, где твой самый лучший, самый верный друг находится и самый лучший единомышленник? Внутри меня? Ну, раз знаешь, что ты их ищешь снаружи-то? Ну, иногда... Что тебе ввели, то сердце и разум, то и делай, и совесть. Иногда страх, знаешь, такой. Еще, еще, еще долбит сознание. Избавься от страха. Технологию избавления от страха, знаешь? Да, подавлю. А? Нужна технология избавления от страха? Да, да. Прервалась связь. Нужна, нужна. Нужна всем. Подождите, подождите. Дайте человеку перебороть свой страх и сказать да. Ну, да, да, давай. Нужна, потому что она всегда нужна. Я жду проявления воли, а не страха. Берешь свой страх, там, боюсь выйти в YouTube публиковать. И вот представляешь его как какой-то некий, там, не знаю, воздушный мячик. Берешь его так рукой и держишь его. Почему люди боятся, ну, ты боишься выйти в эфир, да, допустим, на YouTube, там, открыть канал. Ты боишься и ты как бы сама себя сдерживаешь. То есть, ты держишь свой страх, он тебя пытает, как только он тебя разрастается, что, не дай бог, про меня кто-то что скажет, там, еще что-то, вот это все собираешь вот так вот в кулак и держишь. Нет, я не буду ничего делать. Я держу свой страх. Так вот, ты, в чем страх заключается? Не в том, что ты боишься этого, а в том, что твой страх вырастет и он начнет тебя просто терзать, этот страх. Так вот, ты держишь этот страх в кулаке. Держишь и это, не отпускаешь его. Сильнее сжимаешь, прям сильно-сильно, по максимуму, потом еще сильнее, держишь прям, а потом просто отпускаешь. А он не растет, он исчезает. Благодарство. Шикарно. Я так от своих страхов избавляюсь. А еще, когда иногда бывает очень страшно, когда, ну, вот при этих задержаниях, там, психушке или там иду в очередной поход и у меня вдруг ни с того ни с сего возникает какой-то страх внутренний. Я открываю сам с собой диалог внутри. То есть, я говорю, так, стоп, ты что боишься-то? Ты что, что-то плохое делаешь? А? Ты что, что-то плохое делаешь? Ты делаешь доброе дело, общественное, полезное для всех. Ты не только для себя, ты для всех стараешься. Ты делаешь, поступаешь по совести, ты никому ничего плохого не делаешь. Чего тебе бояться-то? И после таких вопросов самому себе страх исчезает. Все, я иду, делаю. Что замолчали? Давайте вопросы. Классно, Антон, спасибо. Вы случайно интегральным нейропрограммированием не увлекаетесь? Я? Да ни в коем случае. Я знаю, что такое НЛП, что можно запрограммировать там какими-то якорями. Я иногда слышу в речах некоторых людей. Я этим не занимаюсь. Я с вами делюсь своим опытом, собственно. Супер, супер. Есть еще вопросы, ребята? Очень интересная техника. Мне много чего интересно, потому что уже 4-5 лет, как я занимаюсь изучением интегрального нейропрограммирования, такая более экологичная версия НЛП, то есть не такая жесткая, не влияние на подсознание, а вот именно как из этого всего выйти, какие методы. Поэтому мне интересно. У многих есть свои практические находки. Вот, например, вот эта ваша находка со страхом, мне кажется, действенная штука. Если она тебе помогла, то... Страх заключается не в том, что ты боишься какой-то ситуации, а ты боишься, что этот страх разрастется, если что-то случится. И накроет тебя. Народ боится не ситуацию, а народ боится... Ну, я в том числе, раньше так было у меня. Я боялся не саму ситуацию, а именно то, что мой страх разрастется, и он начнет меня беспокоить еще больше. Вот это я боялся. А когда ты его хватаешь, зажимаешь, держишь его, нет, я тебе не дам расти, нет, не расти ни в коем случае, уменьшайся, уменьшайся. А потом ты просто берешь и отпускаешь. А он не растет, он исчез. Нету. Нету его. Все. То есть ты отпускаешь ему, говоришь, на, пожалуйста, я тебе даю добро, расти сколько тебе, хоть до бесконечности. А он не растет, его нету. Наталья, у вас есть вопросы? Хотела добавить немножко по страху, но вообще практически все мы боимся неизвестности. Вот это самый такой большой страх неизвестности, что дальше будет. Вот. И Антон, еще хотела спросить одну такую вещь. Если ты знаешь, вот в нашей Конституции есть ли такая статья, которая говорит именно о создании вот этого обыча, если все люди согласны, то это становится законом. Есть ли у нас что-то такое? Есть слово обычаи. Есть где-то. Потому что мы вчера уже говорили об обычае. Подожди, по-моему, в Гражданском кодексе статья 19 это приобретает свои права и свободы под своим именем, что-то там согласно обычаям. Но если открыть электронную версию ГКРФ, Конституция, Семейный кодекс, Жилищный, то там наверняка есть слово обычаи. То есть ты согласен в том, что формируется наша реальность, вот если все люди делают одно и то же, это станет потом реальностью, законным? Нет. Нет. Я согласен, что это может быть в тексте, но я не согласен с таким мнением. У меня есть свое мнение. Вот Елена сказала, что у нее есть два хозяина. Не у ее персон, что не она хозяйка этих персон, а что у нее есть два хозяина. Пока да. У меня нет. Да, ну, что поделаешь, так сказала, все. Пока да. Переосознаешь, по-другому будешь говорить. Можно, что же. Подождите, я хочу просто договорить. А у меня нет хозяина, я сам себя хозяин. Если можно назвать кого-то моим хозяином, то только Творца. Я под Творцом хожу на все воля Творца. Вот еще один фактор, как ты говоришь, от страха, да, то, что что там перед неизвестностью. Да. А когда идет страх перед неизвестностью, это значит, идет отсутствие веры в волю Творца. То есть, то, что он задумал для тебя, для тебя является самым лучшим вариантом. И если вдруг возникает какая-то ситуация, нужно ее воспринимать не как очередное испытание, бедствие, беда и все остальное, а как очередной урок от Творца, который через определенный урок даст тебе такой опыт, который тебя закалит и сделает еще мудрее и сильнее, и мощнее. Я так отношусь. Все есть урок, и каждого человека теперь воспринимаю как учителя и ученика одновременно. То есть, я и учу, и учусь одновременно. Я у вас учусь. Учить еще лучше. Вы у меня учитесь. Ну, то есть, учитель, он учит еще лучше учиться ученика, а ученик учит учителя еще лучше преподавать. То есть, тут взаимный обмен идет. Постоянно. Поэтому воспринимать кого-то только в качестве учителя неправильно. Нужно его воспринимать как и учителя, и ученика одновременно. Вот, а когда возникает страх перед неизвестностью, у меня тоже такое бывает. Иду куда-то, что там будет, хрен его знает. Помогает фраза на все воле Творца. Антон, я согласна. У меня тоже вот это, был такой опыт, что, когда вот пошел страх, ну, говоришь, ну, на все воле Божья, и он как бы отступает, действительно, вот этот страх. Но у нас долго очень вели к тому, чтобы мы стали неверами. Столько. Страх, смотри, вот прослеживая вот эту ситуацию, да, ход событий, возникает страх. А, то есть сначала выступает неизвестность, да, неизвестно, что будет. Потом возникает страх. Потом ты говоришь на все воле Творца, и страх отступает. Это о чем говорит? О том, что первоначально возникла не неизвестность, а пропала вера в Творца. Первый шаг, который никто никогда не видит и не осознает. Редко кто это осознает. Пропала вера в Творца, что на все воле Творца. Это называется гордыня. Ты в какой-то мере где-то как-то возомнил себя в высшей воле Творца. Это называется, ну, сатана возомнил себя и сказал, что я, типа, лучше Творца. И поэтому и был наказан. Получается, пропала вера в Творца. Вот она причина изначально. А как только ты говоришь на все воле Творца, все, вся цепочка пропадает. И если пропала вера, я могу все контролировать. Вот это именно и есть гордыня. То есть я могу контролировать. Да, это возгордился. То есть где-то каким-то поступком, мыслью, ты вдруг подумал, что ты можешь перехитрить Творца и как-то сделать так, что... Вот ты знаешь, что, по идее, должно быть вот так вот по воле Творца. Но ты вот все-таки хочешь там как-то вкрутить, а вот я вот так вот сделал. Во, во, какой он молодец. А потом думаешь, блин, откуда у меня страх-то тут вроде. Или там, знаешь, идешь в очередной видеопоход. Да я там сейчас всех как вот так и эдак. А потом думаешь, что ты там начинаешь планировать? И сразу по слове вспоминается это. Если хочешь насмешить Творца, расскажи ему о своих планах. О своих планах. То есть это твои планы, не планы Творца. И если ты... Твои планы... Страх не возникнет только тогда. И твои планы реализуются только тогда, если они вписываются в рамки воли Творца. То есть есть воля Творца, а есть твоя индивидуальная, в рамках которой ты можешь это варьировать туда-сюда. Но ты никогда не выйдешь за рамки воли Творца. Тебе прилетит обратка, страх возникнет, все что угодно произойдет. Кирпич прилетит или еще что-то. Но ты никогда не выйдешь за рамки воли Творца. Я согласна полностью. Очень правильно. Поэтому мы сейчас идем. Вот я про себя буду говорить, к вере действительно. Только все выходы. И оно спокойнее становится, когда идет это принятие веры на всю волю Божьей. И страх куда-то исчезает. И посмотрите множество видео в интернете уже. Как только человек приходит и черной мантией говорит, между мной и Творцом нет посредников, они тоже хватают свои манатки и пули вылетают. Даже у секретарей такие глаза, что это с ними происходит. От одной фразы. Да. Потому что они себя строят. У меня полно видео на эту тему. Я разъясняю, что они специально так одеваются в черной мантии с белыми воротничками. Они играют роль, пытаются вас на подсоединительном уровне поверить, что они являются посредниками между вами и Творцом. Поэтому они спрашивают, вы доверяете суду? Не Творцу, не воле Творца, а суду какому-то, какому-то судну, капитану какому-то, который выглядит как в одеяниях священника. И когда ему говорят, между мной и Творцом нет посредников, все, он как личность исчезает. Все, он никто, пустое место. Ты мне зачем вообще, если я под Творцом напрямую хожу? Здорово, правильно? Можно поделюсь своим маленьким опытом выхода из этого страха? Я только что приехала из России просто. Конечно, в Москве совсем другое немножко дело. Здесь в Италии пожестче у нас все эти закончики, маски, масочники. Нас просто в магазин не пускают. Ну, вообще никуда не пускают без масок. Поэтому для меня воля-вольная была в Москве. Я прям там пела и свела. Заметь, законы уменьшились до закончиков. Закончиков, да, Антон. Короче, ну, чтобы назад вернуться в Италию, мне все равно пришлось сделать этот тест, да, ПЦР. Я его сделала, потому что, ну, еще пока не доросла, наверное, до такого уровня, и у меня нет другого документа, по которому я могла бы уже пробовать лететь. Но смотри, что происходит в самолете. Значит, дают три бланка заполнять. И один такой самый. Главное, я попросила специально на итальянском языке, потому что на английском мне не так бы было понятно. А здесь нужно вот прям вдаваться каждое слово, что ты подписываешь, да. И вот этот авточертификационный называется. То есть это твоя автодекарация. И смотри, там имя, фамилия, идентифицированный в паспорте номер. И я сижу тоже, тоже думаю, так, ну, надо уже действовать. Я прислушалась к своему внутреннему голосу, подсказке, и я пишу красной ручкой свое имя, фамилия с маленькими там буквами, зачеркиваю, идентифицирован в паспорте, пишу легальный представитель или бенефициар какого-то документа, и потом вычеркиваю все то, что там было написано. Там, ну, в принципе, что ты даешь согласие даже на изолирование, я санитарная тебя. Я была в шокере. Это называется автодекларация. Я должна подписать то, что я вообще... Люди не читают, подписывают это, и все. Я это все перечеркнула. Я им сказала, что я просижу 10 дней, не буду никаких ПЦР-тестов делать. И вот так... И опять расписалась красной своей этой самой подписью, расписал автографом. Подожди, а зачем ты сама себя определила на 10 суток куда-то? Надо было сказать, я не хочу, нет на том моей воли. Антон, я уже потом об этом подумала. Думаю, да, но я написала в декларации, что я для своей же уверенности, что я ничего никого не заражу, вот с честью и уважением к другим людям, я изолируюсь сама у себя дома, чтобы, не дай бог, кого-то заразить. Потому что если я заболела, то как бы мне не хочется, если я кого-то другого заражу. Опять изолировала? А не там так дома изолировала сама себя? Зачем? Дома. Я посидела дома, я знаю, что я не больная, ПЦР-тестов я делать не буду, я выхожу спокойно. Ну, это как бы вот в том, что я не хочу распространять никаких там гадостей, но это для меня так спокойно. Я это написала. В следующий раз я уже этого писать не буду. Факт то, что с этой бумажкой, с красными там чернилами, я подхожу к этому таможеннику, к окошку, подаю ему свой паспорт, там все проверяли ПЦР-тесты, люди трясли бумажками какими-то, очень жестко ходить было. Я дала ему свою вот эту автодекларацию и паспорт. Он посмотрел мою бумажку, я думаю, ну сейчас начнется меня тут прогибать красным, почему это написали, почему. Он мне слова не сказал, он ее сложил, сказал, проходите, пожалуйста. И там я была уже, знаешь, приятно удивлена. А Лорес-то просто открывался. Да. Лорес-то просто открывался. Надо было просто его открыть. А многие видят, что он закрыт. А ну ладно, и закрыт, и дальше пошел. Да, то есть я начала проявлять вот волю свою, волю я написала, как я почувствовала, что мне нужно так написать, что я не паспорт, что я не идентифицирую, что я не буду вот ничего этого делать. И это прошло. А Лорес-то просто открывался. Это был у меня такой подъем вообще энергии, и вера, это просто, просто божественно было действительно. Вот я тебе скажу, возвращаясь к психушке, меня, когда туда привозят, там подсовывают, я не знаю, штук 20 всяких бумаг, распишись и все. Поставь подпись именно. Подпиши. Я их даже не читал, я пролистал, пролистал, ну смотрю там, согласен на обработку персональных данных, согласен на медицинское вмешательство, согласен на госпитализацию, еще что-то там, еще, 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 там чуть ли не договор, короче, оказание медицинских услуг, и там все позапихивали. И такой маленький квиточек, квадратненький это, что-то там, пожарная безопасность, что-то там, инструктаж пожарной безопасности. Я, о, отлично. Я понимал, что если я полностью пойду в отказ, то это будет смотреться дико. Если я все подпишу, это для меня неприемлемо. Надо было найти какой-то компромисс, золотую середину всегда ищу. Я сразу стараюсь определить, где одна крайность, где вторая. То есть, ни один документ не подписать, это одна крайность, все подписать, это вторая. Надо было что-то сделать. Либо очень грамотно подписывать, так, чтобы на театре все не распространялось, и кресты ставить. Я тогда этого еще не умел и не знал. Без оборота на меня, без ущерба и все остальное. ЮЦЦ и так далее. Ну, я как бы это знал частично, но мне бы там не дали это все написать абсолютно. Поэтому я решил, я мгновенно сообразил, что вот из-за этого квиточка маленького по электрической безопасности, я решил его там поставить за корючку, и тем самым дал понять, что никаких диверсий, там, вилку в розетку, там, или лампочку разбить, там, я не собираюсь предпринимать. Они это увидели, ну, что с ним сделать? Лечить нельзя, а понять, что он, это, безвреден для всех, он дал. И что делать? И они меня многократно на протяжении 62 дней всячески провоцировали и говорили на подписание этих бумаг. Звонки запретили, я говорю, разрешите, я требую звонков, подпиши, и все сразу все будет. Не это там, не хочу бриться, подпиши сразу все это, можешь и не бриться. Ни вправо, ни влево. Что угодно, вот лишь бы, любую, хотя бы одну бумажку подпиши. И когда они второй раз об этом сказали, что я сразу осознал, что я на правильном пути, и ни в коем случае ни одну бумажку их подписывать нельзя. Сейчас-то я могу подписать, я могу так написать, что я им все позапрещаю. Он меня четвертый раз уже пытались сдать в психушку 4 месяца назад, привезли, а я там вызвал вот этого врача, с которым мне удалось наладить такие, нормальные человеческие отношения. И когда он пришел, я, о, Фарид Альбертович, за руку с ним поздоровался. Тот врач, который на приеме сидел, у него же глаза на лоб полезли. Тут привезли какого-то психа, со слов полицейских. Мы его уже почти оформили, а тут приходит его якобы лечащий врач и здоровится с ним за руку, улыбается, прикалывается и все остальное. И они тут как лучшие друзья общаются. Еще заведующая отделением пришла, то же самое, так же себя ведет. Он вообще в шоке вот таком. Но они говорят, «А здоров? Зачем? Не хочу». Они такие, «Ну, пиши отказ». Я говорю, «Давайте, напишу». Они мне подсовывают бланк такой этот. Опять же, чужая воля выраженная, вот сформированная чужая воля. И тебе просто нужно закорючку поставить. То есть одобрить эту чужую волю на чужом бланке. Я говорю, «А зачем мне ваш бланк? Давайте чистый листок». Я говорю, «Я дееспособный». Красную ручку у меня. Они мне выдали красную ручку. Я на чистом листке написал, «Я живой мужчина, хозяин имени Антон, учредитель и бенефициарий, благополучатель такой-то персоны». В кавычках «Булгаков» Антон Николаевич все большими буквами. То есть я, находясь в психушке, прекрасно сознавая, что из-за этой бумажки ее могут положить в основу какого-то там, не знаю, фальшивого диагноза, экспертизы и так далее. Я это все пишу красной ручкой на весь лист. Все. Закрываю правый нижний угол, запрещаю любое медицинское вмешательство. Переворачиваю, начиная ставить крест, то есть закрываю индосамент по вексельному праву. То есть все, что я писал, их вообще-то не волновало. Но как только я перевернул и начал ставить крест, у них в глаза на лоб полезли. Они поняли, что из этого вексель нельзя будет сделать. Понятно. И все, я им написал, меня дальше... Ну, там полицейские начали схему прорабатывать, чтобы какую-то... что-то подлить в мочу, короче. Они начали это... Эту схему включили. С пихушкой не прокатило, а потом я звонил этому Фариду Альбертовичу отдельно, разговаривал с ним по телефону. Я говорю, а что, меня реально хотели оформить уже? Он говорит, да. Ну, я говорю, ну, ты же видел, что я вообще адекватный, здоровый. Он говорит, так я, конечно, видел, я поэтому и сказал, что все нормально, отпустить его, нет оснований никаких. Чистый сговор, коррупция сплошная. Сказали, все оформить. А что с человеком будет, им вообще без разницы. Ну, да. Антон, вот это ваша, вот это ваша экспириенс, да, очень-очень интересная, прямо шикарная. Она настолько отображает вот эту всю систему. Шикарный рассказ, шикарная. А если бы у меня еще было, у меня все изымали, и телефоны, ну, они прекрасно знают, что как со мной не общайся, все равно шикарное видео получится. Поэтому у меня сразу изымают все камеры, все телефоны, чтобы, не дай бог, ничего в эфир не пошло. А так, по идее, если бы у меня был телефон, да я бы такое шикарное видео заснял. А еще лучше, вот эти 62 дня, там не то, что сериал, там, не знаю, это самый шикарный сериал всего мира будет. Ну, может, у кого-то и покруче было, но вот если, мои 62 дня психушки вы снимали в прямом эфире, то это вот народ бы забыл вообще. 62 дня? Да. О, кошмар. А всего 84 дня, не выходя на свободу. Вот как меня из дома забрали, сначала 10 суток в камере, потом 12 суток опять же в этой камере, а потом психушку до 62 дня. Всего 84 дня я отсутствовал дома. И вообще на свободе. Я бы хотел, я говорю, поставить там видеокамеры в психушке, вот именно в моем присутствии, когда я там был, там такой сериал, вот все бы сразу забыли про все эти телевизоры, про этих тупиных, не тупиных, там, про всех политиков, вообще бы, про все сериалы все бы забыли, вот только бы смотрели вот этот сериал. Антон, Ну, это, конечно, выдержка такая же должна быть, что просто, это же не каждый выдержит. Не каждый. Я даже знаю, что, ну, я вам точно скажу, что мне очень тяжко там было. Я не знаю, но я был готов к этому. Я за месяц заранее знал, что будет. Угу, угу. Да. Вы должны прямо... Когда я принял решение заниматься правозащитой за полгода до психушки, я прекрасно знавал, что будет и что меня ждет, потому что я столько... У меня как это, вот я когда узнал, что есть тема живых, там, ну, вот это все, что человек живой, он не физ лицо, когда я вот эту всю тему узнал, мне как это, как молотом по голове ударили сзади, и такой поток света пошел в голову. То есть я какое-то просветление поймал, ничего себе. И когда я это все осознал, я прекрасно осознавал, что все, назад ходу нет, я больше не буду никогда физическим лицом, ни гражданином, все, я ожил, оживился внутренне, ну, и начал внешне оживляться. То есть показывай, доказывай всем, что я живой мужчина, а не какое там физическое лицо или биологическое ухо, или там географическое ноздря, я не знаю, откуда это взялось, физическое лицо, вообще не ясно. И я прекрасно осознавал, что будут репрессии, что будут гонения, и я был к ним готов. Я все взвесил и принял решение. Да, все, я больше не смогу жить по-другому, мне совесть не позволит. И вот до сих пор живу, и все нормально, жив-здоров. Будьте добры, а сколько лет вы уже находитесь вот в этом состоянии, скажем так, живого человека? Три года. 14 мая 2018 года я прозрел. Окей, интересно. 14 мая день рождения моей мамы, надо же. Ну, совпадение, я не знаю. Именно ты мне эти вопросы задаешь, именно тебе это все разъясняю. Интересно, очень интересно. Скажите, Антон, пожалуйста, а вот сколько вы решили задач практических в вашу пользу, вот используя так вот в общем, в принципе? Ольга, просьба на ты общаться, пожалуйста. Я тут один. Сколько ты решил вопросов практически вот в твою пользу, используя этот метод. Не метод, а в принципе это наша жизнь должна быть важна. Ой, так все же на видео есть. Больше 300 видео у меня на YouTube-канале, множество статей, то есть все прецеденты, все результаты, все озвучиваю, все показываю. Ну, почти все. Есть скрытые результаты, которые пока ни народ не готов, либо слишком конфиденциальная информация, либо еще что-то. Ну, короче, процентов 80 я точно освещаю в своей деятельности. Супер, 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 отлично. Ну, даже вот вдохновляет вот это общение с тобой, понимаешь, потому что, конечно, чем больше мы общаемся между друг другом, тем больше мы передаем этой энергии другим людям, чтобы у них, как говорится, то, о чем мы говорили прежде, не было страха. Найти вот эту в себе смелость и начать действовать, вот это самое важное. Поэтому я у тебя и спросила, сколько ты решил свою пользу, потому что, озвучив это, другие подумают, понимаешь, что, ага, тот, кто, может быть, первый раз будет смотреть видео, понимаешь, вот. вот ты говоришь, не можешь найти смелость. У тебя в доме чего много, я не знаю, яблоки, может, много, или там какие-нибудь растения, что у тебя в избытке, короче, есть что-то такое? У меня? Не знаю. Не знаю, пироги умеешь печь там? Я умею. Чем можешь отблагодарить людей? Ну, я, например, массажами, например, могу отблагодарить людей. О, смотри, идешь в газету, даешь объявление, разыскивается моя смелость, вознаграждение массаж. Окей. Сразу найдется. Да. Отлично, хорошо, спасибо огромное. Я к тебе сам за массажем приду. Отлично. Даю слово другим. Игорь, у Игоря был вопрос. Спасибо, Оля. Игорь, Игорь, вы хотели задать вопрос? Да, да. Слышно, Игорь, слышно. Народ, можно перерыв на 5 минут сделать? Хорошо. Конечно, конечно. Да, Тайм аут на 5 минут. Сейчас, смотрите, 48 минут, ну, округляем, в 55 минут обратно. Договорились. Отлично, хорошо. Добро. Все, я здесь, Антон, ты тоже, Игорь. Вопрос хотел задать Игорь, следом. Игорь, ты включился? Антон, вроде. Антон, вернемся к 10 статье Конституции Италии. В ней говорится не напрямую об законе обыденности, а именно то, что наоборот, получается, в законодательстве Италии обыденность, получается, последняя ступень, да, которая может когда-то вступить в силу как закон. А в 10 статье Конституции говорится, что Италия, Конституция Италии ссылается и, как это будет по-русски, учитывают, нет, учитывают, нет, а именно ссылаются, ссылаются на интернациональные международные законы и трататы, и не уточняют, что, мол, оно ссылается и принимает международные законы, если в какие-то данные конкретные ситуации, а именно без этой графы. Получается, что оно тотально подчиняется иностранным законам и договоренностям. Вопрос. В Конституции Ирэфии есть похожий хотя бы такой пункт, статья или нету таковой? Или уже звучит по-другому? В Конституции Ирэфии? Да. Раньше, до прошлого лета, по-моему, была такая статья, что международные договоры главенствуют перед законами ИРФ. То есть, какие-то международные договоренности и международные договора имеют большую юридическую силу по смыслу, нежели законы ИРФ. А что это за международные договора? Не уточняется. Ну, а там много чего под заключеном. Какие-то торговые соглашения, конвенции, их очень много. И я предполагаю, что туда входят и риски права, и канонические каноны, ну, очень много чего. То есть, уточнений не было. А они из-за этого подняли вот эту волну по поводу внесения изменений в Конституцию. И год назад они, ну, якобы приняли новую Конституцию, где вот этот пункт, он видоизмененный, что типа сейчас законы ИРФ имеют высшую юридическую силу. Ну, я сомневаюсь в этом, иначе бы Россию давно бы уже изолировали ввиду неисполнения международных договоренностей. Была такая срока, скажем так. С этой точки зрения, то нет, ее сизолировать не смогут по разным именно международным договоренностям. Ну, надо бы прикольно было понять, как звучит этот пункт, потому что нам адвокат объяснил, что именно эти международные договоренности славятся, конечно, и на морское, на УССИ, на все это. Но в главном случае получается именно этот закон обыденности. Он на высшей планке на народном уровне. Игорь, можно одну секунду? Игорь, одну секундочку, можно сказать? Это не может ли быть связанным с тем, что ровно год назад Россия выплатила весь свой внешний долг и в связи с этим стало реально сувереном? Когда государство становится сувереном, оно может как раз-таки и не подчиняться уже каким-то из международных законов? Не знаю. Меня политика вообще мало волнует. Вы что-то какие вопросы поднимаете глобальные, которые мне совершенно интересны, но я не вижу это. Ну, вопросы глобальные поднимаем из-за того, что мы именно занимаемся в том, чтобы всем сразу можно было возможно заявить о себе и чтобы был простой путь, чтобы не как вот, например, у тебя с психушкой, с судами, а именно в три шага накрыли систему или, например, подчинили себя. Ясно. Смотри, путь психушкой, это не мой путь, это путь системы. на моем месте мог оказаться любой. У системы не было другого выхода, кроме как включить репрессии против проснувшегося осознанного, за которым могут пойти другие, что, в принципе, сейчас и происходит. Они мне же разные угрозы озвучивали, и в лес вывезем, и психушку сдадим, и что только не озвучили, много чего озвучивали. Ну, я так понял, после того, как они меня выпустили, они очень пожалели, что в лес не вывезли, потому что такая информационная волна пошла, то есть, столько тем подняли, столько народу начало просыпаться следом, что сейчас уже про тем уже все говорят, и вексельное право, и народ начинает просыпаться, изучать, и они, в принципе, помогают своими действиями вот эта система, то есть, они всячески подталкивают и заставляют народ просыпаться, создавая невыносимые условия. Правильно, но не у всех есть такие возможности, или сила воли, или называй, как хочешь, чтобы противостоять всей этой системе, которая придумывает себе законы за ночь. У всех и у каждого, у всех и у каждого, и в этом я убедился, мне многие говорили, ты не сможешь разбудить каждого, ты не сможешь разбудить биороботов и т.д. и т.п. Но я даже психушке доказывал обратное, я с одним пациентом так поговорил, что он из, как вам сказать, вот все его поведение где-то в течение двух недель было, вот он просто стоял вот так вот и в одну точку смотрел, все, он не двигался, мне странно это было видеть, я решил с ним поговорить, он иногда разговаривал, но очень редко, я решил с ним поговорить, что с ним вообще происходит, и он мне рассказал, что он на тонком плане вообще там обитает, то есть его эта реальность вообще не волнует, ему там интересно, что-то там в каких-то фантазиях своих на тонкий план уходит и там разговаривает с кем-то, там какие-то образы видит и все остальное, мне стало интересно, думаю, а что у тебя вообще произошло-то? И он мне рассказал, что его там что-то брат угнетал в детстве, и он решил ему отомстить, физически он не мог его перебороть, хотя он здоровенный, он выше меня на голову, такой в плечах шире, короче, ну вот именно он и пытался это, как он однажды ко мне подошел с карандашом, говорит, Антон, а где можно бумажку? А у него в правой руке вот так вот карандаш, и он его прям напряженно держит, где можно бумагу взять, порисовать? Я говорю, вот там, он стоит, я говорю, а что ты стоишь, я же тебе сказал, вон там бумага, ну ладно, и пошел, а потом через два дня он мне рассказывает, говорит, а ты знаешь, я хотел тебе глаз выколить этим карандашом, мне, говорит, голоса сказали, иди, выколи ему глаз, и, говорит, настойчиво говорили, 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 я пошел, говорит, ну что-то, говорит, это. Да, красивая компашка, а? Красивая компашка, на тонком плане. Ну да, я решил выяснить, а с чего он такой вообще стал, потому что я вижу, что с ним ни доктора, ни врачи, никто с ним не разговаривает, его не пытаются даже лечить, его колят просто, и все, и удерживают. Я с ним поговорил, выяснилось, что его там брат у генитал, и он не мог ему ответить физически, и он решил выйти, что-то там, прочитал какую-то книгу, Кастаньеду, или еще, что-то не помню, Кабала, что ли, не помню, что-то он начал читать, и увлекся магией, начал на тонкий план ходить, и решил ему там мстить, и начал вот там всячески мутозить, как говорится, а потом решил дальше пойти, начал в другие миры гулять, там, с другими сущностями общаться, их тоже угнетать. Я говорю, ты вообще соображаешь, что ты сделал? Да? Я говорю, ты у них разрешение не спросил, у брата не спросил, и начал вмешиваться на тонком плане, то есть начал беспределить. Короче, понесла человек. Да, а в ответку тебе, соответственно, раз ты беспределишь, то и с тобой могут по беспределу поступить, и, соответственно, вот эти силы, я не знаю, там есть они или нет, но если они там все существуют, то они, по идее, имеют право, абсолютное право в обратку включить то же самое против него, потому что он первый, это сделал первый шаг и нарушил чужую волю. Соответственно, его воля превратилась в ничто. Любой мог сделать с ним все, что хочет. И что в итоге? Он в психушке оказался, совершенно безвольный, обездвиженный сам собой вот этими сущностями, и они ему диктуют, что делать и как поступать. Когда я ему это все разъяснил, у него осознание какое-то пришло, и он ожил. Я ему пояснил, что этот мир намного интереснее, чем тонкий план. На тонком плане, вообще, говорю, опасно что-то делать. Ты там уже штаг накуролесишь, у тебя обратка, это еще, говорю, тебе повезло, что тебе вот так вот это сделали. А тебе могли вообще по-другому с тобой поступить. Когда я ему это все разъяснил, разложил все по полочкам, рассказал, что этот мир намного интереснее, тут намного интереснее. Он начал с девчонками общаться, он начал телевизор смотреть, он начал анекдоты рассказывать, он вообще ожил, он другой человек стал. Это я к чему говорю? О том, что сила слова недооценена абсолютно. Многие уперлись вот в эти бумажки, а я еще три года назад сказал, что я не хочу, чтобы за мной ездил КАМАЗ с документами. Или вот этот БелАЗ, знаете, такой трехэтажный автомобиль, который уголь возит, и руду. Вот сколько, у каждого, почитайте все свои документы. Там, ну, там, паспорт, свидетельство о рождении, справки всякие, водительское удостоверение, диплом, справка оттуда, отсюда, отсюда, и, короче, хоп, КАМАЗ такой сзади тебя. И тебе что надо, везде ходить вот с этим КАМАЗом, чтобы он за тобой ездил? Я так не хочу. Я понял, что надо действовать живым словом. И я начал вот эту стратегию придерживаться, что живым словом, включая соображалку, понимаете, и привел пример такой, что может возникнуть такая ситуация, ну, такой критический, максимальный случай, что тебе могут по голове просто ударить, ты очнешься, весь год стоишь, и у стенки уже, понимаете, и вот автоматчики стоят и говорят, так, ты вот сейчас, если нам не докажешь, что ты живой, что ты имеешь право здесь находиться, мы тебя расстреляем. И вот ты без всяких документов, без ручки, без бумажки, без документов, ты вот, а что у тебя есть? А у тебя есть только голос свой. Голос тебя никто не может отнять. Ну, ты его можешь потерять, конечно, но ты можешь на глухонемом уже разъясняться, да, или там попросить, дайте ручку, я напишу. Опять же, вот здесь вот все должно быть. И живым словом можно всегда превзойти все бумаги. И такой результат есть. Вон, я на проекте показал, как я в заседании так называемого суда прошел без документов, не показал вообще ни одного документа, мимо рамки, прошел и это, разговаривал в этой черной манте и вообще ничего не показал. И она не смогла навесить на меня эту персону. Я сказал, я живой мужчина, хозяин у меня Антона. И она так и сказала, ну, раз вы не лицо, я говорю, да, я не лицо. Я, говорит, зачитываю права этому лицу. Я говорю, а где это лицо, покажите. Она не смогла показать. Есть видео, пожалуйста, смотрите, победа живого мужчины в суде, в кавычках, РФ или в улезивлении. Ага, благодарствую. Благодарствую. Вы ставите ваше видео. У нас в группе есть ваше видео. Да, да. И поэтому я стараюсь живым словом действовать. Вот в любой ситуации живым словом можно действовать. Мы за тобой пристально следим. Мы за тобой пристально следим, Антон. Это точно. Да, у нас движение именно тоже поэтому. Наши воли и изъявления, да, и включая там, правда, их там примерно из пятидесятых так называемых документов, именно для того, чтобы люди могли быстрее и, как говорится, напрямую по автостраде осознать все, чтобы потом именно могли изъясняться именно голосом. В смысле, чтобы они осознали и смогли общаться и с этими правовыми органами и всем остальным. Именно для этого и все делается в общем таком формате, чтобы было доступно только итальянцам, не только американцам, а именно всем. я хочу донести до вас, до всех главную мысль, что что бы я ни делал, как бы я ни говорил о себе, как живой мужчина, мало кого это интересовало, ровно до тех пор, пока я не показал на реальном примере, что я могу пройти в заседание без документов и сказать, что я живой мужчина и выиграть дело. Я это показал на примере. Я никому не вдалбливал, я никому не навязывал в свое мнение, я просто показал, как это можно сделать. И после этого видео, можно сказать, тема живых ожила заново. И очень большое количество звонков пошло, и я их тоже начал выкладывать. То есть я разъяснял, пояснял. Очень много, то есть у многих такой подход к пробуждению, что сам проснулся, пробуди соседа. Не надо пробуждать соседа. Он сам проснется, когда ему надо. Вот это называется кон неведения. И многие этот кон нарушают. Они хотят влить в уши насильно некую информацию, чтобы он тоже пробудился. А если у него нет воли на это, он не хочет пробуждаться, то обязательно прилетит обратно к тому, кто насильственно пытается разбудить кого-то. Эго включается, очень сильно тормозит пробуждение. Тут дело не в эго, тут дело в воле. До тех пор, пока человек сам не проявит своей воле, что он хочет пробудиться, ты его никак не разбудишь. Более того, ты рискуешь получить обратно от Творца за то, что ты нарушаешь кон свободы воли в отношении другого человека. Не экологично. Понятно. Конечно. Да. А мне спросили, а как тогда доносить информацию до родных, до близких? Ведь хочется их пробудить. Я говорю, на собственном примере покажите результат. Вот я про это вас и подвожу, что с самого начала я спрашиваю, какая практика есть, где результат, где видео. У меня все вон, пожалуйста. Не просто видео, а с пояснениями, с разъяснениями, с документами, с примерами, с инструкциями все показываю, все выкладываю. И еще звонки принимаю и поясняю, разъясняю каждый документ, все показываю. Пожалуйста, смотрите, я так сделал. У меня получилось. Вот насчет этого у нас проблема, Антон, потому что тут законодательство такое, что, мол, нельзя снимать правовые органы, если они тебе это открыто заявляют. И я тоже не верил, но мне даже сделали это, как его, как будет по-русски. Динун Чапианали, помогите, пожалуйста, Лен. Что? Динун Чапианали. Заявление о чем? Уголовное. Уголовное. Ну, я же снимал, в Facebook выставил, когда карабинеры меня штрафовали. Он, мол, меня, как это, он не предупредил, мол, не снимай, я тебя под уголовку отправлю. И так и сделал в течение недели, даже не в течение недели, пошел в суд, судья выставил обыск и конфискование телефона, хотя не было понятно, с какой стати, потому что все было выложено онлайн, так что не было никакой необходимости конфисковать телефон. Но они мне у меня заявились, это случилось в понедельник, что штрафовали, и заявились, в 7.50 утра у дверей с ордена на обыск и всякие страны как-то, и конфискование телефона. понимаете? Спасибо, Игорь. И получается, было заведено уголовное дело. Теоретически оно спущено на тормозах, они тут, блин, в течение года решают выставить в архив или дать ходу дела дальше. У них такие правила у них. На самом деле можно записывать. У меня в опыте есть бракоразводный процесс, то есть развод с бывшим моим сожителем, где он пытался при помощи пистолета участвовать. На самом деле, если ты не можешь записать видео, ты можешь записать аудио, но во время аудио ты должна проговорить словами. Что у тебя, пистолет? А что это за калибр? Вот надо это все произнести. Тогда аудиодокумент становится документом. Но я не знал. Вот человек включает соображалку. Вот так и надо действовать. Опыт есть. То есть соображалку всегда можно включить и найти выход из ситуации. Надо произнести словами то, что ты видишь. Прямо описать. Но я не знал. И вообще я одел эту мордомаску, потому что я был с детьми и не хотел долго находиться там. Но это конечно я все не сделал правильно. Надо было стоять на своем, потому что он меня остановил именно из-за намордника. Но я говорил ну ладно. Я ему сказал сразу это не конституционально. И он сказал ну тогда пойди сюда я тебя оформлю по всей статье. Ну и я надел намордник типа чтобы он ну короче он на меня наезжал конкретно. А я был со всеми тремя детьми из школы. Ну это частный случай Игорь. Давайте его в общие вопросы обсуждать. Общественные которые касаются всех. Да вопрос именно был насчет этой статьи в Конституции которую ты мне уже изъяснил что поменялось год назад. да? Да. Да. Благодарю. Благодарствую. Что-то я хотел сказать и добавить сейчас вспомню по поводу. Нет забыл. Видите народ слишком долго разговаривает я забываю что уже спросить хотел. Нет опыт есть Антон. У нас в группе я хотела добавить группа сформирована ну максимум месяц полтора месяца назад. То есть мы сейчас набираем этот весь опыт пытаемся все это еще на русский переводить статьи и документы и аудио у меня есть собственный опыт борьбы с системой то есть у меня были случаи и все что можем мы уже делимся и я думаю что нам надо тоже реактивироваться и это все записывать аудио аудио вот вам подсказка подскажи пожалуйста как на итальянском будет я хочу волю и волю но по-моему и там было уже дискутировано в группе что это неправильное перевод правильный да правильно могло быть это моя воля скажи на итальянском и у дизидера рогат нет нет дайте слово ё-моё как будет я хочу вы целую дискуссию устраивайте ну сказали и ладно дальше поехали смысл не в этом смысл в том что вам нужно разобраться через какие слова нужно проявлять это можно проявить свою волю вот я для себя определил что я обратился к первоисточнику кто у нас ближе всех к творцу был недавно дети они это оттуда пришли недавно и как они проявляют свою волю они говорят я хочу ну волю тогда волю хочу волю а вы послушайте своих детей как они говорят вот когда они подходят к ларьку или к магазину и говорят я хочу конфетку мама-мама я хочу я хочу все вот она свою волю начинает proявлять а родители гасят нет-нет ну подавляют и так далее и вся система выстроена чтобы вот эту волю подавить так вот разберитесь как через какие слова Через какие фразы можно проявлять свою волю И потестируйте Мы вот у себя протестировали вот эту фразу Я хочу И очень большие результаты Вон мужчина, пример такой яркий Говорит Позвонил мне и говорит Антон, я специально сейчас пойду в аптеку Где мне никогда ничего не продавали без маски Прям до скандала все доходило Говорит, ни разу не продавали Я сейчас туда пойду И звонит такой радостный Говорит, е-мое, что я раньше этого не использовал Я, говорит, пришел Она говорит, надень маску Я говорю, а я хочу без маски И она, говорит, поменялась в лице Продала, говорит, представляешь, продала Без маски Я говорю, так а что ты Ему, он уже седой Ему за 60, и он впервые сказал Что он хочет Волю свою проявил впервые Так что учитесь Проявлять свою волю через слова, через поступки Да, Наташа? Наталья, включите аудио Я хочу сказать Давай Хочу проявить волю Антон, смотри Итальянцы даже Ингибировали даже это слово хочу То есть у них на выражении Когда говорят Дети, я хочу Они уже начинают индуцировать И говорят Не хочу, а я хотел бы И есть такая фраза Потому что глагол хотеть Растет только в саду У короля Во! Старем в голове Есть пословица Старем в голове Воспитывайте сами у себя царя в голове Я хочу И запрещают говорить слово Я хочу Я хотел бы Я говорю, ну вы понимаете Что я хотел бы Это как хочу и не хочу А вот я хочу Это точно я хочу Нет Я хотел бы Я бы хотел, чтобы так было Но если так не произойдет Ну и ладно Ну да Подавление воли такое А я хочу Это все неотвратимо Это воля Воля данная творцом Раз вы мою волю нарушаете То вы нарушаете волю творцу Которую он мне дал Таким вот образом Система даже через эту поговорку Начала уже подавлять волю Да, да, да Вот тебе НЛП Да И еще я хочу задать вопрос Если я правильно тебя поняла Антон Ты говорил про документы Про авто Как ты назвал это Что ты заполнял там в больнице Что не даешь согласия Да Ты сказал, что перечеркнул Задний лист Потому что это тоже вексель Обратную сторону То есть вот то, что я заполняла В самолете Это тоже вексель Да У меня была фирма В правом нижнем углу Кодпись Это тоже Я не знаю Я не знаю, что они с этим будут делать Но есть предположение И реакция психиатров В этом больнице Она подтвердила Это предположение Что как только я начал крест ставить У них такие глаза Они что-то там даже перешептались То есть у них реакция была только на то Что я крест сзади поставил То есть для них это критично Почему, я не знаю У меня нету точной информации Но наше предположение Что обратная сторона Векселя называется Алонж Да А, нет Подожди Индосамент 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 Алонж прикрепляется отдельно А обратная сторона То есть на спине Индосамент переводится То есть на обратной стороне Пишут переводную надпись То есть на какую персону Повесить эти долги И соответственно Когда ты перечеркиваешь Ты им перекрываешь Возможность сделать Из этой бумаги Вексель И перекинуть долги На других лиц Потому что есть предположение Что любая бумажка Они Почему все делают Через бумагу Они таким образом Вписывают вас Всех Ну и меня в том числе Нас всех В должники То есть Вот Почему весь мир Должен им Потому что Вот каждый Подписывает бумагу И не сознает Что он пишет А они потом Приписывают Эти всякие там Признаки векселя К этой бумаге Сверху прям Могут написать Вексель Внизу там Свою рост Поставить И все И получится Что по этой бумаге Если ее предъявить Суде там Международным То получается Ты должник Ты должен им Определенную сумму И мы разбирались И все признаки векселя У протокола Административного задержания Есть Сумма там прописана Через статью Допустим Идет ссылка на КААП Это кодекс Административного задержания А там написано Что наказывается На сумму там От 3 до 5 тысяч Вот тебе сумма Пожалуйста А суммы они сами определяют Сколько ты им должен А по векселю Ну все сходится Вот слишком очень много Совпадений И схождений Понимаешь Получается Что любая бумага Подписана Это вексель А когда ты пишешь Без оборота на меня Без акцепта В протоколе И права не разъяснены То такой протокол Не то что до суда Он иногда вообще теряется Понимаешь Не доходят Разваливаются такие протоколы Уничтожаются Скорее всего И все Я не знаю У меня Я тебе скажу У меня вообще есть Рассказы людей Которые Как тебе сказать Косвенно подтверждают Всю мою Вот эту теорию Я это и раньше знал Но когда я поделился Своей теорией Что каждая бумажка Является векселем С одним человеком Он мне рассказал Такую историю Что он Он просто в шоке был Насколько Вот эта теория векселей Сложила Объяснила ему Всю его жизненную ситуацию Потому что против него Был конкретный беспредел Ну не буду подробности рассказывать Но когда я ему это все рассказал У него четко все картина Ну вся его жизнь на место встала Он осознал Что произошло в его жизни А до этого он не мог понять Полнейший беспредел происходит Такие чудеса Он вообще в шоке был А когда я ему Вот эту теорию высказал И пояснил Что он делал Как он делал Как система реагировала Почему они так реагировали Потому что вот эти Все векселя Они идут в залог Ну смотрите Вы хотите построить космодром Запустить ракету на Марс Вам нужны средства У вас их нет Вы идете там в банк Они говорят А чем ты можешь обеспечить Выделенные средства И он достает вот эти бумаги Вексельные И говорит Вот если что Короче с них спросишь Вот вексельный пакет Так он называемый И они берут эти векселя Выдают денежные средства И это Да Ну я так предполагаю Но все сходится Они Начинают строить Нет смотрите Какая ситуация Очень важный момент Пожалуйста не прибивать Когда они начинают строить Этот космодром Вдруг выясняется Что часть этих векселей Написаны С надписью Без обороты на меня Взыскать долги невозможно Взыскать долги невозможно То есть часть средств Уже потраченная Освоена Она не может быть возвращена И тогда коллапс наступает Вот эту Там Я не могу подробности рассказывать Потому что информация не моя И мне не дали Добронное размещение Но происходит Я могу результаты Рассказать Что вплоть до того Что целые Как вам сказать Не агентства А целые департаменты Расформируют Из одной надписи Без оборота на меня Антон хочу подтвердить Вот твою версию Подожди Я расскажу до конца Потому что они Проглядели Вот эту надпись Понимаете Вот они В полиции Проглядели Начальник полиции Проглядел Дежурной части Проглядел Начальник всего МВД по городу Проглядел И отправил наверх В министерство Финансов Или еще куда-то А там сидит Контролер Он увидел Ё-моё Вы что У вас там 10 шагов Проверки И вы все Проглядели Ну-ка Быстро их Расформировать Нафиг Я знала Что векселя Это не супер Вот например К нам приходят Телефонные счета Это тоже все векселя Кто-то сказать хотел Ольга вроде Ольга Смотрите Я подтверждаю Полностью Вот твою теорию Потому что Когда мы были На встрече С Барбарой Они из какого-то сайта Кстати Девочки Кому интересно Это есть в нашем чате Вытащили документ На определенную сумму Которую был На которую был запрошен Типа банковскую сумму Где было написано Что заложниками Являются люди С руками И ногами Так что Это так оно и есть То есть Они закладывают Заложниками Нас Заложены Как обеспечение Долгов Да Да Как обеспечение Вот этого Именно Вот этой суммы Денег Это они вытащили И это есть Это официально Они вытащили Этот документ И пометили Там меточкой Кому интересно Девчонки Зайдите в группу Резолюшн И там вы найдете Этот документ Потому что он там есть Мы его сфотографировали И его размещали Именно Поэтому это подтверждает Всю твою теорию Так оно и есть Я в итоге пришел к выводу Что нету никаких Ни ценных бумаг Ни денежных средств Ни билетов банков России Ни протоколов Ни медицинских свидетельств Ни пенсионных Вообще Ни одной бумажки Не существует Есть только долговые обязательства И обязательства Выплатить этот долг Все основано На долгах Кому интересно Можете в подтверждение Посмотреть фильм Называется Хозяева денег И что-то там Тоже с долгами связано Вот там разъясняется Именно Именно на примере денег Это все Как возникают долги А если принять Еще и вот эту теорию Что нету никаких Ценных бумаг Все основано На долгах На расписках Что кто-то кому-то Что-то должен Вот протокол Это по сути Человеку подсовывают Вот эту долговую расписку И он соглашает Что он должен Все подписал Все должен Мы теперь с тобой Что хотим То и делаем В камеру Там долги навешиваем Что хотим То и делаем Ну просто Ну просто Это человеку До человека Не доносит Не разъясняет Ему вот эти права А просто просит Подпиши Что тебе права Разъясняют Они подписывают Не глядя А когда ты Начинаешь Это все закрывать Что права Не разъяснены Без оборота На меня По вексельному праву Что Обязательство На меня Не распространяется Все Получается Должниками Становятся Те Кто выпустил Этот вексель И когда это Доходит До верха Им обратно Спускается Вы что Натворили Вы что На нас Долги Хотели Повесить Ну я Это уже Разъяснял Своих видео Кому интересно Посмотрите Я там говорил Что Есть теория Что Есть всего Несколько Суверенов На весь мир И Они Себе Через Вот эти Долги Паспорта То есть Паспорт Это долговая Расписка Я так Предполагаю То есть Всех Как Займели В себе Должники В холопы И когда холоп Пишет вот эти Передаточные надписи Индосаментные Запретные надписи То получается Холоп Пытается Долги Его Перевести На Суверена На этого Скажем так На царя На боярина Я не знаю Как его еще назвать Таких очень мало И когда они это видят Ничего себе Из меня хотят Сделать Должника То есть Такого же Как и его холоп И они Принимают Очень срочные Очень Скажем так Критические Меры Но если они Этого делать Не будут Они сломают Полностью Систему Система Она потом Полностью Ломается Полностью Представь Если каждый Из нас Каждый Будет Делать Такие вещи Вот поэтому Всех ушку Издают Да Да Именно так Она сама Себя Ломает Эта система Если бы Каждый Из нас Это сделал Хотя бы Один раз То мы Смогли бы За день Все сломать За день Вот что Самое главное Мы 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 уже Сопротивляемся Системе Мы не Мы А мы Уже Действуем Согласна Уже Действуем Так вот Ничего Ломать Не надо Надо действовать От обратного Повышать уровень Осознанности Каждого Человека Чем я и Занимаюсь Я доношу До каждого До всех Для вас И Даже когда я вам Разъясняю все это Я тоже Сам на своих словах Учусь Правильнее доносить И еще лучше Это все разъяснять И поэтому Я принимаю звонки У меня там По 20 По 30 звонков В сутки бывает Да Я устаю Колоссальным Я еще монтирую Постоянно До 2 До 3 Часов ночи Потом опять звонки Я просыпаюсь От звонков Я Ложусь Под звонки То есть Труды колоссальные Но я это все Сознаю Что я тружусь Не только для себя А для всех Я хочу Чтобы вокруг меня Такие же люди Были осознанно Еще лучше Я хочу у вас Учиться Осознанности Поэтому и стараюсь Благодарю 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 Антон Наш разговор С тобой Вот честно Я тебе говорю Ты сейчас говорил И я могу тебе сказать Что во мне Еще больше Стало осознанности Чем было Вот вчерашний разговор Нас С нашими Да И вот сегодняшний С тобой Я тебе благодарна Очень сильно Потому что Еще Оно как бы Заходит внутрь И становится Как бы В твоем ДНК Останавливается Вот эта информация И она уже потом Из тебя не может выйти Вот эта осознанность Она вот так Себя и проявляет Ты становишься Эта информация И вот это вообще Шикарно У меня мурашки идут По телу Огромное спасибо Просто Пора практиковать Пора практиковать Огромное 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 Есть такой канон Даже Не помню номер Вчера писали В прямом эфире Мне Там прям написано Вирус разума И я предполагаю Что вирус разума Неизлечим Однажды Осознав Что Ну вот допустим Все вокруг говорят Что земля круглая Ну допустим Вы сами себе Построили ракету И полетели Ну поднялись выше И увидели Что земля плоская И вы Возвращаетесь Обратно на землю И вам все говорят Вокруг что земля круглая Ну шарообразная Вы сможете Вот дальше жить Осознавая Что земля плоская И это Подчинить Как говорится Подчиниться Общественному мнению Что земля шарообразная Назад пути нет Осознанность происходит В одном направлении Только вперед Да это секундное дело Да обратно никак Это точно Один раз Такое проявится Ты не можешь Просто остановиться Просто Так Что я вам хотел Еще поговорить Да Микрофон У кого Да Да Натадеви Кто это Натадеви Уберите Микрофон Кто это говорит Кто говорит Кто говорит Кто говорит Вас не слышно Наталья Ничего не слышно Треск идет Идет треск Металлический голос Нет Нельзя Нет Никак А сейчас слышно Сейчас да Можете говорить Сейчас Да Отлично Хорошо Антон Антон Наши западные Западные соратники Я имею ввиду В основном американцы Кто Занимается Занимается проблемой Суверенов Живых людей Уже начиная С конца 90-х И которые копали Очень долго И очень глубоко Считают Что Единственный путь К полному Суверенитету Это создание Своей нации Ты об этом Слышал что-нибудь Я уже сказал Об этом Что Я слышал О таких теориях Своё государство Своей нации Ничего у вас Никогда не получится Пока вы Не повысите Уровень осознанности Я в этом плане Привожу пример Зоопарка Вот Весь наш мир Можно На примере Животного мира Рассмотреть Вот если Каждое животное Поместить в отдельную Клетку По парам То они Прекрасно существуют То есть Там Коза и Козёл В одной клетке Волк и волчица В другой И всё нормально У них происходит Пока они Изолированы Пока они Каждый В своём мире Живут Но как только Вывести их В общий вольер Что произойдёт Тигр набросится На козу Там Волк начнёт Бегать За овцой И там Такая заварушка Начнётся То есть Ничего не получится До тех пор Пока Вот эти Так называемые Животные Не Не эволюционируют До уровня человека А человек Человеку не волк Человеку Друг и товарищ И помощник И брат И сестра Потому что Все мы Едины перед Творцом Вот как только Мы это всё Осознаем И Станем На один уровень Осознанности Нам не нужны Будут Ни объединения Ни всякие Там Какие-то Ассоциации Нации Там Какие-то Ничего не надо Да Я поняла Что Что нужно Ждать Я не знаю Чего Потому что Одинакового Уровня Осознанности Мы можем В этой жизни И не достичь То есть Смотря на то Что Что происходит В мире Я вижу Что Многие люди Тормозят И не хотят Вообще Никакие уровни Осознанности Менять А если мы С вами Уже Осознанные И что Нам Эту жизнь Доживать В таких Условиях А что У тебя есть Выход Другой Ну вот Я же говорю Люди Уже Создали Я лично Сама Видела Сама Видела Документацию Новых Наций Просто Там Да Ну я Как бы Просто Думаю Просто спрашиваю Слышал ты об этом Или что-то Нет Есть такие Уже Создаются Новые Нации Их уже Вписывают В Мировые Ну в список Мировых Наций Ну а Люди Люди В этих Нациях Начали Лучше Жить Ну конечно Они То есть Да Они начали Жить Хотя бы Лучше Жить Хотя бы Потому что На них Уже Не Распространяется Беспредел Который С нами Творят Государство Наше Да Пускай Хоть один Человек Из этой Нации Приедет Сургут И мы С ним Сходим В Следственный Комитет Хотя бы Или В прокуратуру Или В отдел Полиции Номер Три Я посмотрю Это Чего С ним Будет Нет Этот человек Если он Приедет Сургут Он приедет В качестве Дипломата То есть У него Будет Дипломатическая Защита Приглашаю Есть Есть Где жить Есть машина Едой Водой Всем Обеспечу Приезжайте Заснимем видео Покажем На примере Хорошо Приглашаю Серьезно На английском Языке Важно Я знаю Английский Язык Отлично Могу Познакомить С такими Людьми Могу Переслать Потом Документацию Мне Знакомство Неинтересно Мне интересен Практический Результат Хорошо Посмотрим Что получится Антон Дело Говорит Это единственный Путь Для Проверить Все На деле Да Я Не Сомневаюсь Потому что Удавать Государство На облаках Это любой Нет Не на облаках Абсолютно Не на облаках Даже На территории На территории РФ Можно создать Своё Суверенное Государство Я и говорю Создавать Можно Все Что угодно А вот Наяву С этим Вот Жить Это другое Есть Государство Созданное На территории Если они Зарегистрированы В ООН Это уже Все Как говорится Одно Извиняюсь Это недостоверные Сведения Оля Я Живу В 8 Километрах От Даманхура Я Была К ним Причастна Я знаю И монету Я знаю Их Коммунит Экологическое Поселение Экопоселение Они называются У них Есть своя монета Но они Живут По паспортам Тоже То есть Пока Они на своей Территории Их никто Не преследует Но они Выезжают Точно так же По паспортам Именно Они все На уровне Не они Принадлежат К ООН А их Подземные Храмы Которые Они создали Посмотрите В интернете Очень красиво Я там была Я там проводила Семинары Медитации Там шикарное Просто место Энергетическое Вот эти Подземные Храмы Причисляются К 8 Чуду света Вот они Охраняются ООН Вот это Хотела добавить И они Зарегистрированы Как Экопоселение И территория Отдельная От Италии Это я точно Да Но живут Они Я тебе гарантирую Я просто знаю Людей Очень многих Из них Лично Они едут По паспортам То есть у них Нет своих документов Они сделали Свою монету Да То есть направление У них в принципе Правильное Но я хочу сказать Еще вот добавить Что есть случаи Суверенов Игорь Это к тому Что есть практически Уже какие-то дела Когда суверены Ездили В локдаун Они выходили Со своими документами Ездили Их останавливала полиция Их пропускали дальше Потому что они показывали Свои документы Созданные ими Полеизъявления И так далее И их отпускали Потому что они заявляли Себя суверенами И Как они называются Суверенами Называются Суверенами Нет еще Дипломатами Дипломатами А ну да Дипломатами Так Поэтому это все Записано на видео И это было Это было правда Их отпускала полиция Поэтому уже Прецеденты Тоже есть Я просто занимаюсь Еще в Трибунале Популары Вот у них Суверенное Движение Назовем это Движение Да Они пишут Сами свои документы Аутодетерминационе И они пользуются Этими документами Поскольку мне известно Наталья Это относится Именно к Пропускному пункту Так называемому А дальше У меня такой информации нет Что у них Получается Мол Подключить Как у Топоркова Жилой дом К энергоснабжению Без того Чтобы живой человек Платил за эти услуги Это именно Относится Именно к пропускному пункту Как и у нас Универсал пасс Прошли в аэропорт Прошли на почту Предоставили Мелочи Короче Мелочи Это практика Это к тому Что нет прецедентов Уже что-то все равно делается И с ними Ничего не могут делать Особенно Если они не показывают паспорт Если ты показал паспорт Им просто не надо Им просто не надо Их просто Как это Не то что Удостоверили Что это они Фотографии Имя Дата рождения И все Им более Более не надо Поэтому и пропускают А чтобы существенно Чтобы на деле Что-то было Чтобы они Осуществили То есть Проявили себя Как живой человек Да Эти суверенные Я и лично знаю Она вот тут Вровига живет Его же в психушку Упрятали Напичкали Потом Смогли Вытащить И он С тех пор Он По-любому Взаимодействует С системой Через систему Он там Говорит Что мол Да я Не хожу на работу У меня Я своими руками Делаю Это вот Я согласен Но в систему Он по-любому Должен Взаимодействовать Именно Через документы Но не через Свои суверенные Изъявления Так называемые Понимаете Вот насчет Трибунали Да Что-то будет Когда-то Но пока что Нету ничего Конкретного Ну наверняка Дипломатические Паспорта Они тоже на основе Вот этого Суверенного права Как-то связаны С этим Ну они Типологии документов Я имею ввиду Это типологии документов Универсально Похожи на основе Этого дела Да Но они Именно подчиняются ООН Подчиняются Когда ты регистрируешь Свой документ Куда-то Ты уже Их собственность Получается Ты на высшем На более Высший уровень Да Но ты по-любому В этом Ауле Ихнем В другую корпорацию Просто попадаешь Да Да Корпорация Становишься Собственностью Другого Да Есть еще вопросы Давайте Давайте мы уже Отвлеклись на рассуждения У нас остается Мало времени У нас 15 минут Эфира У нас вопросы Должны мы Все-таки Нашему гостю Предоставить И задать Потому что Такое случается Редко Если есть вопросы Кто еще готов Ведослава Вы не хотели Что-то спросить Вы пишете В чате Ведослава Да Здравия Вы знаете Меня очень волнует Что вот люди Очень часто Употребляют Термин Суверен Не понимая На самом деле Истинного значения Этого слова Насколько я знаю Суверен Это термин Который тоже Исключительно В римском праве Используется Как Скажем так Ну Юридический термин Применю Человек Имеющий Рабовладелец Образно говоря Имеющий право Это Патриархальная Такая Патриархальный термин То есть Суверен Это некий Патриарх У которого Есть Рабы Вот Это моя Трактовка Сейчас Как я Поднимаю Этот термин Вот Я хотела бы Услышать Как Кто еще Поднимает Этот термин И Я считаю Неправомерным Вот Живым Мужчинам И женщинам Вообще Употреблять Этот термин Суверен Ну вот Прошу Антона Это с Ватикана Тянется С Заявления Римских пап На самом деле Поэтому Да Я прошу Антона Реплику По этому поводу По поводу Суверена Можно долго Разговаривать Про это слово Темология Неинтересна Я хотел донести Смысл через это слово Поэтому я его употребил Потому что Оно больше Более Известное Для всех То что ты говоришь Рабовладелец Можно в отношении Вот я могу сказать Что я суверен Именно вот в этом смысле Что я рабовладелец Да у меня есть раб Это моя персона В виде паспорта Я ей владею Она исполняет Мою волю Она не может Как меня Многие спрашивали Вот есть видео Заблудился в двух соснах До мужчины Не могло До него не могло Дойти Что персона Это Человек не может Представлять Интересы персоны Потому что у персоны Нет воли Ты не можешь Представлять интересы Того Чего нет воли А вот Персона Может представлять Твои интересы В суде То есть Приходишь Показываешь Бумажку Говоришь Без оборота на меня То есть Я Вот через эту бумажку Через своего агента Вы можете Расширять со мной Взаимодействие Но без оборота на меня Только В мою сторону Только благо А все претензии К этой бумажке И к тому Кто ее учредил В МВД и так далее Поэтому Суверен Здесь уместно Многие Придают Другой смысл Этому слову Что Именно тот Кто Скажем так Волен И имеет Право Царствовать То есть Тот На кого Нету Никакого Другого Влияния Он не подвластен Никому Кроме себя Вот Суверен Он подвластен Ватикану Да при чем тут Ватикан Так было заявление Построено Я понимаю Что вы в Италии Живете Но у нас Нет Ватикана Да Ватикан Многим Диктовал Вообще Политику Всех царей Ставил И государей Ну вот Ватикан Можно назвать Суверенным Условно Можно Да Там Я не знаю Какую-нибудь королеву Которая никому Не подчиняется Тоже Суверен А вообще Есть такие У которых Скажем так Которые тоже Вольные Которые Свободны Делать Что Им вздумается Но при этом У них нету В подчинении Никого Ни рабов Ни служащих Ни должников Никого То есть Это вольный Свободный Человек Самодержавец Сам себя держит У него нету Ни рабов Ни подчиненных Ни должников Ни холопов Ни Там Каких-то этих Которые у него Там что-то делают Он со всеми договаривается С такими Так же На равных Я это называю Я не хочу Чтобы у меня Был пастух И чтобы у меня Были овцы Мне не нужны овцы Потому что я не пастух И мне не нужен пастух Потому что я не овца Я сам себе Царь Как говорится Сам управляю своим телом Я вольный Свободный Самодержавец Все Можно такие слова Использовать Самодержавец Сам себя держу Сам себе хозяин Сам себе хозяин Ответственный За свои мысли И поступки Реплика Все остальное Уже избыточно Это мое мнение Живой мужчина Тут смысл Тут смысл Зашит какой Надо каждое слово Разбирать Живой Мое определение Слово живой Это тот Кто сам развивается И постоянно меняется Вот это и есть живой Растение растет Развивается Постоянно меняется Живое Все Табуретка стоит Не развивается Не меняется Но она Ее условно Можно назвать Живой Потому что Она У нее там Эти молекулы Колеблется То есть Уровень жизни Совершенно другой Развитие почти Нулевое Я с вами Разговариваю У меня Кровь течет по телу Каждую секунду Мое тело Выглядит И у нее Каждый раз Состояние другое В каждый миг Времени Поэтому я живой Мужчина Понятно Есть борода Человек мужского пола Есть кадык Есть усы Вот тебе Определение Мужчины Это именно К физическому телу Относится Если слово Муж То это уже Статус Поэтому говорят Муж Чина То есть Чин Присутствует Слово А то Что ты говоришь Суверенно И самодержавец Лишние слова Нет Они уже Относятся Именно к статусу То есть Они не определяют Какого-то Биологического вида Какой у тебя статус Живой или мертвый Они уже Относятся К тому Как ты можешь Понимаешь Живой мужчина Не определяет Есть у тебя Рабы Или пастух Ну Кто ты Пастух Это Живой мужчина Может быть И это Рабовладельцем Почему нет Взял и захотел Говорит Пойдешь ко мне в рабы Пойду Все пошли То есть Не нарушая волю Он спросил Будешь Моим рабом Буду Все У меня есть раб Я живой мужчина У меня есть раб Живой мужчина И статус Воли Он никак Не сопрягается Поэтому Каждое слово Имеет свой смысл И для каждой ситуации Нужно свое Определенное слово Использовать Поэтому Вольный Самодержавный Независимый Самостоятельный Это вот те слова Которые нужно Описывать Именно То В каком Подчинении Ты находишься Тут совсем Другое Ясно? Да Надо всегда Определяться С терминами Однозначно Каким вы себя Именем назовете Как корабль Назовешь Так он и поплывет Это очень важно Я думаю Что у нас Эфир подходит К концу Потому что У нас уже Третий час Идет эфира Антон Я просто Счастлива Что вы Пришли К нам И такие Рассказали Ваши опыты Я думаю Что наша Копилка Технического Практического Опыта В том числе На территории Италии Других стран Пополнится И с вашего Опыта Мы добавим Наш опыт Наверняка Мы тоже Будем делать Больше видео Больше Свидетельств Реальных Из жизни Как люди поступили Чтобы получить Результат Будем обмениваться Опытами Но мы все Сейчас Вот как раз В этой Фазе находимся Мы пробудились И действуем Что самое важное Самое важное Именно активная Деятельность Это все Практиковать А не говорить Бля-бля-бля Это Можно сказать Пару раз Но надо Сопротивляться Систем Ну не сопротивляться А взаимодействовать С ней Сознательно Спасибо вам большое Потому что Вы внесли Очень большую роль В развитии Вот этого Движения Живого человека Как я вижу Как мы все видим Вся группа Мы очень ждали Этой встречи Очень надеялись Потому что Мой второй модератор Вам звонил Но мне кажется Вы не поняли Друг друга Галина Из Пизы Не помню Да Был звонок Мы очень ждали Этой встречи Реально Огромное вам спасибо За информацию За то Что вы поставили В том числе Все пазлы Нужные Которые Каждому человеку Может что-то Он хотел услышать Он это услышал Надеюсь Так оно и было Я смотрю Где тут Второй Антон Антон Живой человек По имени Антон С именем Антон А то опять На вы Вроде один тружусь А тут Больше и больше Каких-то Просто Ты такой большой Знаешь Такой Ого Большой человек Пришел Большой пришел Человек Я бы так сказала Просто Большой живой человек Нормальный Осознанный Живой Все Да Такой же Как и вы Я не больше И не меньше Такой же Как и вы Но ощущается Когда вы здесь Очень Все это приятно С вами общаться Благодарствую Что пригласили Буду рад Еще пообщаться Что-то Наталья А я хочу Тоже поблагодарить От себя Живой Настоящий Антон Реально Человек Чувствование Идет Что живой Человек Настоящий Со своими Ненавиденными Подожди Тоже слова Разберитесь Со словами Чувства Есть только У тела физического Тоже очень важный Да Конечно У меня есть тело Физическое Да У меня и мысли И осознанность И дух И душа Все вместе Вот Я как бы Подожди Я понимаю Что ты Мне ясно Я просто хочу Разъяснить В чем разница Между словами Чувства Чувства и ощущения Чувства и тело Физическое То есть Органы чувств Есть только У физического Тела То есть Это Запах Вкус Тепло Холод И т.д. Вот они Чувства Прикосновения Тактильные Вот это все Чувства Физического Тела Тело не может Ощущать Душевную боль Ощущает Я знаю Я знаю О чем ты говоришь Я знаю Поэтому Когда ты говоришь Вот ощущаешь Чувствуется Что ты же Живой Настоящий Мужчина Это вот Ты чем Носом почувствовала Или ухом Я не знаю Ощущениями Вот так и говори Ощущается Что живой Настоящий А тело А тело ощущают Не знаю Как говорится Это Пятой точкой Душа Наверное Душа чувствует Ну может Пятой точкой Может душой Я не знаю Каждый по-разному Сердцем Антон Антон Сердцем Это у нас тоже Такой орган Который он Может ощущать И чувствовать Сердечный центр Да Да Именно Энергетический центр Я хочу тоже Поблагодарить И еще хотела Спросить По векселям У тебя есть Какие-то документы? У меня Есть множество Книг Пояснений Разъяснений Комментариев То есть Большой материал Накопился Народ-то присылает Множество книг Есть Ну я не знаю Штук 20 наверное Я вот все Собираюсь Их собрать В одно целое Выпустить видео Что такое векселя Там главный принцип Кто ниже всех подписался То это имеет Право требования Вот поэтому я Правый нижний угол И закрываю И приоритет тоже Слева направо Если на одном уровне По вертикали А как ты его закрываешь В рамочку Нет В правом нижнем углу Пишу двоеточие Он тон Маленькими буквами И все И чтобы ниже правее Никто ничего не смог дописать А Это видео мы видели Окей Понятно Есть Хотелось бы Хотелось бы немножко Это самое больше Соображать Вот в этом Видеоматериалы есть Поэтому По векселям Девочки Хотелось бы Или я хочу Я хочу Я хочу Я хочу Давайте отпустим Антона Давайте отпустим Антона Мы уже Благодарю Антону Благодарю Благодарю До следующего раза Тогда Антон Плажа Будем вас видеть У нас в группе Звоните Предварительно Договоримся Конечно Конечно На сверху Бое время Пообщаемся Благодарствуем Благодарствуем И пришлите мне Пожалуйста Запись Я тоже хочу На канале Сейчас идет В обработку Добро Благодарствую Всем хорошего дня Всем хорошего дня Все добро